Рождественские чтения перемещались на май. Я, правда, не помню, в чём была суть, потому что в мае эпидемия была не меньше, чем в январе. Но, тем не менее, почему-то их перемещали на май, из-за чего они переставали быть, как вы понимаете, рождественскими. Ну, а теперь всё возвращается. Значит, мы проводим нашу конференцию, которая имеет такое очень символическое название. «Русская музыка в глобальном мире». И проводим её в рамках рождественских чтений очередных, которые имеют уже очень большой номер, и которые посвящены вызовам современности. Ну, вызовы современности — это очень такая обширная тема. И, поль скоро конференция имеет такую не только общекультурную, но и религиозную направленность, поскольку всё-таки это проводится совместно с Матриархией, и сама тематика всегда связана так или иначе с нашими религиозными традициями. Ну, конечно, я бы в первую очередь отметил тот действительно глобальный вызов, который по разным причинам, в силу просто, видимо, какого-то естественного хода вещей, провоцирует отход большого количества людей от религии. Это, конечно, тревожная ситуация, потому что, ну, как мы сейчас уже хорошо поняли, всё-таки именно религия, именно вера, некие трансцендентные ценности может служить, по сути дела, единственным надёжным фундаментом для всего остального. В первую очередь для этики, для морали и так далее, потому что, ну, все мы понимаем, что когда человек ответственен перед Богом, это одно, а когда перед каким-то другим человеком, который, может быть, и не лучше, чем ты сам, и во всяком случае тут возникает вопрос, а почему я перед ним должен отчитываться и отвечать, а уж об исповеди речи и не идёт, это понятие вообще исчезает, соответственно, исповедь, покаяние, грех. Это вот человек начинает жить без этого. И это, конечно, опасно. Это очень опасно в масштабах всей культуры. Вот. Ну и, конечно же, ещё один глобальный вызов, с которым мы тоже сталкиваемся постоянно, это опасность утраты единства мировой культуры, которая была достигнута, и без которого, собственно, в современных условиях не может быть дальнейшего нормального развития. И именно вот этим вызовом и обусловлена тема нашей конференции. Не просто русская музыка, а русская музыка именно в глобальном мире. Потому что, как мы знаем сейчас, вряд ли может что-то существовать отдельно. Нет, может, конечно. Может быть, музыка пигмеев Конго или туземцев Австралии, или на острове, не знаю, каком-нибудь в Океане, в Папуано, в Эльвине, могут существовать локально, отдельно. Хотя и туда проникает мировая культура, так или иначе, туда проникает и валюта, и радио, и всё остальное. Так что мир неуклонно глобализируется. И вот этот процесс глобализации, его часто ругают, и совершенно справедливо, но он, конечно же, имеет и положительную сторону. И то, естественно. Потому что та, собственно, культура, та наука, прежде всего техника, которая взялась на основе европейской культуры, она теперь распространяется по всему миру. И уже все давно забыли, что когда-то это возникло в Европе. Да, уже это общее достояние. Ну, примерно, во многом, аналогичная ситуация и в искусстве, в музыке. Ну вот, да. И некоторые организационные вопросы нашей конференции. Во-первых, есть программки, распечатанные для всех участников. Вот я вижу, подошла Вера Николаевна, я вам тоже говорю программу. И, пожалуйста, всем, кто подойдёт дальше, говорите, что программки лежат, они специально... Там, правда, есть некоторые ошибки, но что делать. И второй момент. Второй момент в том, что, как обычно, мы будем стараться опубликовать материалы конференции, доклады в виде статей. Причём, поскольку конференция не такая большая, то мы, конечно, не будем планировать издавать отдельный сборник, а просто я, как всегда, приглашаю пристилать статьи в наши журналы. Журналы ВАГовские. И, соответственно, это для всех авторов ещё более, ну, с формальной точки зрения, полезно, потому что есть там учёт в РИНС, показатели цитируемости и так далее, и так далее. И вообще они учитываются при подсчёте вычислении рейтинга учёного. А сборники в... Статьи в сборниках, вот почему-то не учитываются. Что делать? Такая система, ну, с такие правила игры, то вполне можно по ним и немножко поиграть. Вот, собственно, пожалуй, всё. Есть какие-то вопросы по организационной такой части? Да, напоминаю, что, как обычно, традиционно, мы организуем эту конференцию совместно с Романом Александровичем Насоновым, который является доцентом кафедры истории зарубежной музыки, кандидатом в искусствоведение. И вот вести конференцию будем мы попеременно. За повершение, я надеюсь, проведём круглый стол. Ну, вот мы каким-то образом должны будем эту прямоугольную конструкцию округлить, превратить в круг. И вокруг неё, видимо, расположиться. И водить хороводы, может быть, даже. Вот. Ну, вот, собственно, пожалуй, на этом всё. По части предисловия. И я объявляю тему своего доклада. Она звучит так. «Специфика русской музыкальной традиции и феномен Рахманова». Ну, вот я, пожалуй, уже, наверное, сяду, чтобы отметить смену моего статуса на этом месте. Это уже теперь просто один из докладов. Итак. Вообще, надо сказать, что в музыковедении, да и вообще в искусствоведении национальный вопрос один из самых и тонких. Потому что очень легко, например, говорить о национальной принадлежности, когда мы имеем дело с какими-то заведомо локальными традициями. Ну, например, какие-то японские традиционные театры или музыка рага в Индии, или какая-то китайская музыка, которой нигде в других странах больше нет. и так далее, и так далее. Но когда мы говорим о музыке нашей традиции, а наша традиция сейчас – это европейская музыка последних веков, куда очень органично и очень успешно вписалась Россия в свое время. Это произошло не так давно, но тем не менее это произошло. И вот тут мы… И вот, да, и вопрос этот достаточно сложный. Значит, во-первых, во-первых, как бы не надо думать, что национальные традиции – это что-то подобное множество стран на карте. Вот много-много-много разных цветов, стран, и они все состоят вот из этих самых отдельных национальных традиций. Во-первых, каждая национальная традиция обязательно многослойно. Это, как правило, не одна традиция, а сразу несколько. Причем в таких больших странах, как Россия, Китай, Индия, где к тому же много еще и этносов, тут совокупность еще и разных этнических традиций, конечно же. Да и русский фольклор, он имеет свою специфику, и одно дело юг России, другое – север, третья – Сибирь, там Курская область, и так далее, и так далее. Это все очень выразительные локальные традиции. Вот. С другой стороны, как я уже сказал, русская музыка относится к европейской традиции, то есть к такой большой суперэтнической традиции. Произошло это, как мы все знаем, не сразу. Была, как мы все знаем, в Восточном, сейчас я просто напоминаю эти общеизвестные факты, было пение восточно-христианской церкви, которое пришло из Византии. И опять-таки, с католической богослужебной музыкой тут нет таких вот ощутимых пересечений. Это отдельная особая традиция. И, конечно же, каждая традиция имеет своих носителей, свой язык, свою семиосферу. Ну вот, сейчас не будем вдаваться в детали исторического процесса, но произошло так, что Россия уже в 17 веке, а уж в 18 тем более, начиная с Петра I, приобщилась европейскому, западноевропейскому миру, даже вопреки вот такой конфессиональной специфике, не будучи ни католической, ни лютеранской страной, тем не менее, Россия очень органично усвоила светскую западноевропейскую культуру. Но при этом вот что еще надо, конечно, иметь в виду. Органично я сказал, да, органично, но с другой стороны это усвоение было далеко не тотально. Это были относительно узкие слои русского общества в количественном, в процентном отношении. Конечно, они задавали то, что они играли первую скрипку в культуре России, количественно они не преобладали. И вот в чем специфика, собственно говоря. В том, что в русской музыке 19 века, а, собственно, именно в 19 веке русская музыка вышла на такую мировую арену, появились великие композиторы, очень большую роль играл вот именно старинный архаический фольклор, которого уже не было в странах Европы. И в России он был, и он определил очень значительную, очень значительную долю была в том, что установилось своеобразие русской музыки, особенно композиторов «Могучей кучки», потому что 19 век это век романтизма. И, собственно говоря, русская музыка середины 19... Ну, Глинка это вообще почти что классик, вот такой начало действительно русской музыки. Затем и Чайковский, и композиторы «Могучей кучки», они, конечно, ориентировались в первую очередь на романтические западные традиции. Это и Шумен, и Берлиоз, и Лист, и Шопен, да, вот вся совокупность этой традиции, но при этом очень большая специфика. Вот именно в виде наличия этих архаических русских интонаций, которых, повторяю, не было в других странах Европы, в таком вот... Они сохранялись даже, вот сейчас не знаю как, сейчас уже вряд ли, но когда я в 70-е годы ездил в фольклорную экспедицию до 70-х годов 20-го века, то очень-очень редко где-то в селах Татарстана можно было записать старинные какие-то песни, вот относящиеся к давным традициям. Не городской рамп, не городская песня, не частушки, так сказать, нового времени, а вот именно вот это старинное, даже обряды какие-то песни, все это было еще... А уж в 19-м веке это тем более было живой практикой. Ну вот. И, собственно говоря, вот эта архаическая песня, ну я так условно ее называю архаической, чтобы тем самым объединить как бы с традицией знаменного пения, и то, и другое это архаическое искусство, опять-таки, которого не было в Западной Европе, вот, это придало совершенно особую такую, как, если выразить словами Егорского, истовую интонацию русской музыки 19-го века, которая очень так покасательной соприкасалась с романтической традицией. Вот специфика, опять-таки, в том, что в русской культуре, ну вообще была в целом в культуре установка, скорее, на реализм, да, и в этом вот в литературе, в живописи, и в этом даже нечто общее с французской музыкой. Но, с другой стороны, русская традиция, русская культура всегда была в высокой, в высочайшей степени мифологична. И вот эта обилие различных мифов самой разной природы обнаруживала такую скрыто-романтическую какую-то подоснову русской культуры. Ну, я сюда отношу и такие совершенно утопические идеи Достоевского, Льва Толстого, идеи народнические, народа-богоносца, философии общего дела Фёдорова, мистериальные концепции Скрябина, Белого, Ивана, и многое-многое другое. Вот эти, я бы сказал, неистово-романтические идеи, они, конечно, носили сильный контраст к той исходной архаической истовости и иногда даже приводили к очень, что касается практики жизни, к очень нехорошим результатам, я имею в виду неистовость, романтическую неистовость революционных движений, в том числе террор, начиная с народников и кончая коммунистами, а может и не кончая. Вот, так что вот это присутствие какого-то романти... Да, ведь не только индивидуалистический романтизм, как в Западной Европе, но и, так сказать, коллективно-социальный, ведь вот не случайно же уже в 20 веке славянофильство стали называть романтической концепцией. Да, это своеобразный вариант, такой объективно-коллективистский вариант русского романтизма, который тоже, конечно, имел как свои положительные, так и очень отрицательные последствия плоды. Вот, но зато все, что касается искусства, вот, одно дело жизнь, и нельзя, конечно, смешивать романтические мечты с действительностью, но в искусстве, в русской музыке они дали совершенно уникальные плоды, и как ни в одной другой стране, в России, в русской музыке рубежа веков действительно наблюдалась такая вспышка и последняя, можно сказать, кульминация романтизма, это, конечно, Скрябин, Рахманинов, это Мэтнер, и что примечательно, это была не просто вспышка и кульминация, а как бы какое-то максимальное, я бы даже сказал, максималистское обобщение. Ну, на примере Скрябина это очень хорошо видно, вот это его совершенно сумасбродная идея мистерии, которая как бы обобщает все и прежние романтические традиции и выводит уже дальше в сторону авангарда XX века, с другой стороны феномен Стравицкого, который именно на основе русской архаики открывает одну из ведущих тенденций XX века. Вот весна священная, байка, свадебка, вот такие вещи, это действительно совершенно новая струя, и это произошло именно на основе вот этой старой русской архаической традиции. Что касается Рахманина, то на первый взгляд как бы он, ну, трудно его ставить в один ряд со Скрябином и Стравинским, вот и по этим именно параметрам какой-то исторический ролик, хотя он, конечно, писал прекрасную русскую, но это трудно сказавшаяся, потому что Рахманинов на самом деле осуществляет не менее глубокий синтез всей традиции и не менее очевидно выявляет вот именно русскость, специфику русской традиции. Вот, и об этом несколько слов сейчас вот еще некоторое время есть, я на этом и остановлюсь. Дело в том, что в романтической музыке, в романтическую эпоху стали очень важны явления различного рода синтеза. Ну вот, например, когда представители каких-то новых национальных школ, будь то Шопен, Глинка, Лист, когда они выступали как представители своих школ, они смогли это сделать только потому, что одновременно они синтезировали в себе все практически ведущие традиции европейских культур и французскую, и немецкую, и итальянскую. Так было и у Глинки, и у Шопена, и у Листа. Обязательно. И, конечно, у русских композиторов дальше. Затем вторая половина XIX века, поздний романтизм, это уже время исторического синтеза, это время, когда композиторы начали пристально всматриваться в глубь веков. И один из самых таких ярчайших примеров это Иоганн из Брамс, который синтезировал всю немецкую традицию. И я рискнул утверждать, что тоже, по меньшей мере, тоже сделал Рахманинов. Причем он синтезировал не вот одну эту единую какую-то традицию, а целый ряд разных традиций и европейских, и русских, потому что в русской, как мы выяснили, музыке не одна была традиция. Вот традиция знаменного пения, она как раз на рубеже веков стала воскрешаться, и с этим связано новое движение в русской духовной музыке, к которому Рахманинов был причастен. Вот. И, собственно говоря, для композиторов рубежа веков это уже тоже был как бы не совсем свой, а в каком-то смысле иностранный язык, хотя и на своей собственной территории. Это была другая традиция, которую воскресили спустя много веков. И вот что хотелось бы отметить. Ну вот два примера. Один пример, это хорошо всем известная прелюдия до Диэс-минор, которая стала, так сказать, визитной карточкой стиля Рахманинова. Что мы видим здесь? Ну, все хорошо ее помнят. Вот эти три первые ноты ля, соль, диэс, ду, диэс. Ну, во-первых, два, как минимум, проявления порочной баховской традиции. Это сам характер тематизма, краткая тема, которая, к тому же, повторяется, как астината. И монументальная, потому что это прелюдия фортепьяная, никто таких прелюдий раньше не писал. для фортепьяна это монументальная фактура на трех строчках, то есть явное обращение еще и к органной традиции. Тут же еще и, конечно, эффекты колокольности, вот тоже, кстати, наследие русской специфики, потому что русские колокола звонят не так, как западные, они именно вот создают ощущение этой мощи, этой раскачки, да, западные по-другому, там техника другая, но сейчас не будем об этом. Ну вот, это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, романтическая традиция, Шопен, не случайно, когда Горович стал на бис играть, просто первая модель, начало, да, знаете эту историю, стал на бис играть прелюдию Рахманинова, начал играть ля, соль, дес, дес, потом посмотрел на Рахманинова, тот скотчил недовольную гримасу, и Горович тут же перестроился, он вместо прелюдии дальше стал играть фантазий-экспром Шопена, которая начинается не ля, соль, а просто соль, дес, дес, и было очень легко перестроиться, то есть это, как бы Горович нам выявил вот тем самым очевидную модель, так сказать, для Рахманинова. Но самое главное, вот, вот, Баховская, Шопеновская, вообще романтическая, Лисковская, конечно, тоже, но самая главная модель для Рахманинова, это все-таки одна из конкретных пьес Мусоргского, причем не только колокольность Мусоргского, здесь и не есть значение, но и сам облик, вот, сама роль физического движения. Вспомним пьесу «Быдло», где речь идет о приближении и удалении. И вот такую же картину, такие же тяжелые трагические аккорды мы видим в прелюдии до весь минор Рахманинова. То есть, вот этот совершенно уникальный сплав самых разных традиций. Теперь, второй момент и последний. Конечно, и до Рахманинова цитировались архаические мелодии, в основном, прежде всего, конечно, из старинной русской песни, в основном это было у композиторов Могучий, у Римского, Корсакова очень много, у других, но это были именно цитаты, как правило, цитаты. Рахманинов идет дальше. Он, ну, надо сказать, что старинные крестьянские песни у него гораздо меньше, чем следов знаменного церковного. Я бы даже сказал, что, наверное, не случайно, что вот какое-то резкое усиление, заметное усиление интереса к старинной русской песенности произошло именно в произведениях американского. Это и симфонические танцы, и третья симфония, вот они прямо тематизм, особенно лирический тематизм, заметно отличается от предыдущих симфоний и других вещей Рахмарина. Именно близостью к русскому, к фольклору, к старинному русскому фольклору. Ну вот, всем хорошо известно и, как правило, приводит главную тему третьего концерта, что вот в этой вьющейся длинной мелодии есть следы знаменного песня. Ну, надо сказать, что они, конечно, не только в третьем концерте, их не меньше и во втором тоже, но важно отметить, что это уже ни в коем случае не цитаты и не обращение к соответствующей какой-то эпической архаистисти. А это интонации, которые пришли оттуда, из глубины веков, но синтезировались с романтической канцелетой или с другими какими-то современными жанками. Вот, например, ну вот, одна из таких, это тема финала вот, ну вот, надо сказать, что эта интонация, это было совершенно сознательное обращение Рахмалинова именно к музыке, потому что первый раз эта интонация у него проявляется в хоровом концерте в молитвах неусыпающего и после нее через несколько лет вот именно во втором концерте в самых разных видах, а потом тут же в кондате весна. Вот. И, конечно же, тут уже не идет речь о какой-то стилизации, тут идет речь о том, что Рахмалинов действительно синтезировал вот эту современную и романтическую, и барочную традицию, самые разные традиции, и в том числе казалось бы, казалось бы, уже исчезнувшую традицию знакового пения, и вот она неожиданным образом прорастает в романтическом музыке. И это действительно получается такой вот уникальный синтез. Ну, надо сказать, что, ну, в отличие от композиторов XIX века и того же самого Брамса, который обращался к разным стилям, Рахмалинов, как композитор XX века, уже имеет всеобщий опыт обращения к различным вообще ну, как бы видом музык, то есть к иным геноязычным традициям. Поэтому у него так органично включаются и какие-то джазовые элементы в, опять-таки, в рапсодии на тему погонений, в некоторых других произведениях и так далее, и так далее. Короче говоря, вот этот синтез, синтез всех русских традиций и вместе со всеми европейскими традициями нового времени, он, конечно же, ставит Рахманина в совершенно особое положение, которое, может быть, оно не столь броское и не столь прямо очевидное, как положение Скрябина или Стравинского, но оно не менее важно. Это тоже один из вариантов и, как мне кажется, именно вот такой равновеликий, стоящий в одном ряду с этими феноменами. И действительно, это ярчайшее свидетельство органичного присутствия русской музыки вот именно в единой глобальной музыкальной традиции. Ну, на этом все. Спасибо. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста. Да. Пожалуйста, какого-то второблежные исследователи истории музыки, как они оценивают Рахманова с точки зрения специфики русского? Понимают ли, в какой мере они осознают его единственность европейской и его спецификолога как композитора русского? Ну, видите, я, к сожалению, не знаю всех исследований Рахманинов и мне вот как бы предварительно рассуждают. Во-первых, я могу сказать, что вот сегодня будет доклад о русскости в русской музыке Романа Александровича Насонова по речету Тарускину. Может быть, что-то будет прояснено здесь, я не знаю. Вот. Но дело все в том, что, как мне кажется, именно в силу исключительной тонкости предмета, вот именно. Ведь дело в том, что в рамках единой европейской традиции существует не разные языки, не язык немецкой музыки, французской и русской, а только лишь разные диалекты. Это очень важно понять, и это создает, конечно, дополнительные трудности для изучения. Ну, возьмем, приор, времена года Чайковского. Есть пьесы, где он говорит вообще на европейском языке и никак не скажет, что это музыка русская, ну, скажем, там, снежник какой-нибудь или мало ли что еще, декабрь, да. А есть пьесы, в которых этот русский акцент очень сильный звучит. Январь, февраль, июль, есть, есть. Поэтому, как в диалектах, тоже ведь не на каждом шагу проявляется вот этот национально-специфический акцент, он проявляется вдруг моментами. Вот так и здесь. В этом и сложность изучения. И поэтому обычно, когда говорят о национальной природе, то, как правило, ограничиваются какими-то простейшими фактами. Ну, например, обращение к каким-то фольклорным темам или каким-то элементам национальной традиции и так далее, и так далее. Ведь что интересно, Рахманинов обобщает европейскую романтическую традицию еще и в плане общихудожественного. Обратите внимание, материал для, какой материал для его симфонических хойберных произведений. Вот у Листа были две симфонии, Фауст и Татт. Да. Почему? Потому что это два краеугольных произведения европейской литературы. Начало нового времени и его, можно сказать, почти, его итог в каком-то смысле. У Рахманинова есть оба эти произведения и соната. Фортепианная первая, Фауст, причем точно по модели Истовской симфонии. То есть, это как бы идет именно диалог. Вот Рахманинов дает какое-то свое русское отражение. Вот, кстати, пример интересный. Идет картина соль-минор, да, разные мнения. Вот эта каденция, как бы аллюзия на первую палату Шампена, что потом в конце это прояснить будет совершенно очевидно. И вдруг, вот, ничего русского тут пока что, нет абсолютно, и вдруг натуральный минор, вот такое своеобразное русское эхо тут же совершенно уникальное. Вот и так на кадре Шагура. Вот, поэтому я думаю, что вопрос еще Дальхаус писал о сложности этого вопроса. Он писал, например, что гораздо проще понять, в чем специфика французской музыки там 17 века, чем берлюзе. Вот, что французского именно берлюзе. Вот, да, это очень сложный и тонкий вопрос. Его надо решать совершенно другими инструментами, чем вот те, которыми сейчас на сковетке очень тонкий вопрос. Это и стилевой анализ должен быть, и какая-то статистика, безусловно. Без этого никак нельзя. Ну, и так далее. Это особая сложная тема. Спасибо. Спасибо. Ну, и мы идем дальше. Я приглашаю Александру Евгеньевну Максимову. Пожалуйста. Ну, вы тогда объявите тему, да? Я приветствую уважаемых коллег. Тема моего доклада «Балетное творчество Гиома Алексиса Пари в России». Французский дирижер и композитор бельгийского происхождения Дени Гиома Алексис Пари. годы его жизни приблизительно дата рождения 1756-й, дата смерти 1840-й, называемый в России Парисом, и часто мы встречаем именно такую интерпретацию его имени, малоизвестен в истории европейской музыки и удостоен лишь редких упоминаний в работах Мозера, Шулера, Мерсье. Его имя почти не встречается в литературе на русском языке. Откройте, пожалуйста. Пари остался незаметной фигурой в театральной и концертной жизни Петербурга, хотя отдал этому городу свыше 40 лет жизни и творчества. Он приехал в Россию в 1799 году в один год с композитором Кавасом, делал с ним общее дело и умер с этим замечательным музыкантом в один год в 1840-й. До приезда в Россию Пари служил капельмейстером театра Амстердама, Брюсселя и Гамбурга. В начале марта 1799 года он был принят на службу дирекции императорских театров Петербурга. Николай Борисович Юсупов возглавлявший в те годы театральную дирекцию ангажировал французскую оперную труппу, в числе которой был приглашен Пари. По всей видимости, Пари больше проявил себя в России как дирижер. По сведениям архива дирекции императорских театров в его обязанности входило исполнять оперы Буфа и французские оперы, а также балеты, пантомимы и дивертисменты. В 1799 году он с успехом продирижировал операми «Эдип в колонне Цакини» и «Камила» или «Подземелье Далерака» и тем самым добился не только признания публики, но и самого Павла I. После смерти императора Пари регулярно выступал с концертами. Так, в период с 1802 по 1817 годы силами симфонического оркестра филармонического общества и придворной певческой кафеллы под его управлением были исполнены оратория миссии Генделя, сотворение мира Гайдена, Христос на Еленской горе Бетховена, тедеумы Химмеля, Сарти, Ромберга, реквием и кантата «Кающийся Давид Моцарта» Месса Керубини. О композиторской деятельности Пари в России известно немного, а его балеты нигде не освещались. Представим его балетное творчество периода 1799-1813 годов на основе найденных нами источников произведений, музыка которых принадлежит или условно приписывается Пари. Это нотные и литературные материалы, сохранившиеся в библиотечных собраниях Петербурга и Москвы. Иллюстрация первая. Немножечко вниз, пожалуйста, опустите. Начало, чтобы было видно. Наоборот. Наоборот. Повыше. Начало, да. Еще. Палет Пари «Свадьба Фетиды и Пелея», о котором мной была сделана публикация ранее в сборнике института имени Шнитке, создавался одновременно с балетом Сарти «Прибытие Фетиды и Пелея в Фессалию». И как раз в этой публикации я сравниваю два этих балета, которые случайно оказались в одной папке, и их нотные источники были перемешаны в храмилище. Специально для придворных празднеств, проводимых в Гатчине осенью 1799 года Павлом I по случаю замужества двух его дочерей Елены и Александры. Автором либретто и хореографии балетов Пари и Сарти был Пекен Шевалье де Брессоль. Декорации спектакля принадлежали знаменитому художнику-декоратору Пьетро Дегатардо Гонзага. Сохранились источники либретто и оркестровые голоса балета. Первая часть либретто, перед вами такой синопсис, краткое содержание, составленного из восьми сцен, посвящена подготовке свадьбы Фетидо и Пелее, вторая же часть соответствует свадебному обряду. Сценическое действие балета, лишенное драматизма, развивается неспешно и статично в манере галантной анакрионтики. Иллюстрация вторая. Представим таблицу, в которой сделана попытка реконструкции литературно-музыкального текста балета, то есть либретто совмещается с ротными источниками реконструирования по оркестровым голосам. В данном случае только инцепет переводится. Действие балета предваряет овертюра в сонатной форме, создавая контрастные музыкальные образы, композитор использует в балете танцевальные жанры разных времен. Минуэт, гавод, тарантеллу, лендлер, пасакалин. Здесь можно немножко опуститься, чтобы показать, какие жанры. С левой стороны есть некоторые обозначения жанровые, иногда они просто отсутствуют. Тематический материал балета производит благоприятное впечатление на фоне торжественно-церемониальной статики сюжета. Умелое использование жанровых и темповых контрастов, рельефная мелодика, многообразие ритмического рисунка, подвижная смена образов позволяют считать работу композитора высокопрофессиональной. Автор прикладывает максимум усилий, чтобы музыка стала достойным украшением праздника. В манере анакрионтики создан также одноактный балет «Пастух и Гамадриада». Третья иллюстрация. Хореография сочинения приписывается вальберху или дедло, а музыка пари или кавосу. Дата создания балета 1802-й или опять же 1803-й, потому что ученые расходятся в датировке. Либретто балета нами не найдено, но фабула сюжета передана Юрием Слонинским. Третья иллюстрация. Нам удалось ознакомиться с комплектом оркестровых голосов произведения. В партитуру балета вошли парные деревянные духовые волторные трубы литавры и струнные инструменты. То есть задействован типичный для балетной музыки состав оркестра. К сожалению, имя композитора нигде не указано. Балет состоит из 18 небольших инструментальных номеров, весьма типичных для балета всюитного типа. Преоплодают пасторальные, четвертая иллюстрация, лирические и грациозные пьесы в темпе Аллегретто и в размере 6-8. Вот пара таких примеров. Балеты «Свадьба Фетидо и Пелея» и «Пастух и Гамадриадо», как представляется, продолжают линию анакриантических балетов, встречаемых также в творчестве Висенте, Мартины Солера и Джузеппе Сарти. Неудивительно, что в таких балетах психологических переживаний героев и действенностей как таковой, музыкальная лексика оказывается как бы законсервированной. Это очевидная разница и невероятный разрыв в трактовке балетных произведений старого и нового времени начинает ощутимо обнажаться с наступлением сентиментализма и романтизма. Но именно анакриантический жанр с его миром чудес, полетов, поэтичных мифов и волшебных существ, казалось, давно себя исчерпавшей, обретает новую жизнь в классическом балете. В 1800 году Шевалье поставил балет в четырех действиях «Деревенская героиня» на музыку Пари с декорациями транше. Также по этому поводу была мной сделана публикация в Санкт-Петербургском вестнике Санкт-Петербургского университета. Сюжет балета восходит к опере Монсиньи на либретто Сидена «Дезертир» 1769 года, принадлежащий к первым образцам жанра оперы спасения иллюстрация номер 5. Сюжет балета опубликован Александром Газинпудом на основании либретто редакции 1820 года, осуществленной Адамом Глушковским иллюстрация 6. Как видно, имена героев и мотивы сюжета во многом пересекаются с дезертиром. На титульном листе либретто этого балета указано «Музыка выбрана из разных авторов, коей приделаны голоса для оркестра господином Парисом». Следовательно, композитор сделал компелитивную партитуру собственной инструментовкой. Музыкальный материал балета сохранился в виде комплекта оркестров голосов и репетитора иллюстрации 7. Выявление авторства всех заимствованных сочинений деревенской героини не представляется возможным, но ряд наблюдений приоткрывает дверь в творческую лабораторию Пари. Так, в номере 17, его видно сейчас на экране, второго действия, нами обнаружена цитата, композитор использует арию Орфея Кефаро Сенсе Вредичи Фа-мажори из парижской редакции оперы Глюк Орфея Вредика. Он вводит всего 10 тактов вокальной партии арии с незначительными изменениями. Цитата не случайна и вполне уместна. В начале второго действия балета Алексей, главный герой, переживает разлуку с возлюбленной Луизой, сердце его разбито. По-видимому, ария была хорошо известна публике и вызывала у слушателя нужную ассоциацию. Пари активно применяет самые разные жанры. Можно чуть ниже спустить. Романс, марш, вальс, жигу. Как раз я оставила именно те образцы, которые имеют наименование. Ряд танцев имеет черты тарантеллы, чеконы, контрадатца. Интересно, что номер шестнадцатый в начале второго акта озаглавлен словом «увертюра». По существу он является антрактом, но Пари действительно привлекает увертюру неизвестного нам актора. Невзирая на эклектичный стиль партитуры балета, воздадим должное старанием Пари. Музыкальную драматургию спектакля он строит на системе тематических реприз, скрепляющих действий. Некоторые номера балета не замкнуты, другие напротив завершаются кодой, которые со временем становятся постоянным атрибутом романтического балета. В нотном тексте балета раскрываются особенности инструментального стиля пари. Так, лирической музыки он использует соло, гобоя, флейты и скрипки. В музыке военного характера трубы или тавры, а в последних номерах привлекает ансамбль, можно чуть пониже спустить, ансамбль турецкой музыки. Там есть ремарка турецкую музыку в конце первого раздела и маленькую флейточку написанную в тексте оркестров голосов. Перед нами образец балета, составленного из произведений разных авторов, в которых особенно примечательна функция композитора-аранжировщика. С одной стороны, он полностью зависим от сюжета, биографии, на конец от чужого материала, с другой достигает творческой свободы, проявляя лучшие профессиональные качества и изобретательность в заданных условиях. Сохранилась либретта балета «Следствие деревенской героини», изданная в Петербурге в 1806 году. Дата и место этого балета постановки неизвестны. Согласно титульному листу, большой пантомический балет в трех действиях по программе господина Агюста поставлен на сцену им же и господином Вальперхом. Музыка господина Париса, исключая некоторых отрывков, взятых из французских опер. Сюжет «Следствие деревенской героини» по наблюдению Газинпуда продолжает историю Луизы и ее семьи. Иллюстрация восемь. Музыка балета, как видно из текста найденного нами Либретто, принадлежала композитору почти полностью, но о ней пока ничего неизвестно. Думается, что в этом сочинении Пари опирался на опыт своей первой героини, принимая во внимание ее хорошо продуманную музыкальную драматургию и инструментовку. Сюжет балета «Маленький матрос» иллюстрация девять на музыку Пари, поставленного Вальберхом 12 октября 1808 года в Петербурге, опирается на либретто одноименной комической оперы французского композитора и певца Пьера Гаво. Нам удалось разыскать либретто Вальберха, изданное в Санкт-Петербурге в год премьеры спектакля. Приводим синопсис этого сюжета. Как и опера Гаво, балет Вальберха был одноактным. Можно предположить, что он понимался как комический по аналогии с оперой. Интересно, что партия маленького матроса была женской. Ее исполняла госпожа Колосова, известная в те годы балерина. Авторство пари в балете подтверждается на титульном листе либретта 1808 года. Маленькой матрос балет сочинения господина Вальберха, музыка сочинения господина Фариса. Санкт-Петербург типография императорского театра 1808 года. Нам удалось найти музыкальный материал балета в виде комплекта оркестровок голосов. Десятая иллюстрация. Представим примерный план балета, где музыка и сценарий соединяются нами на основе рукописных помет нотного текста. Например, Падеде Цицилии и Филберта или Падекатор и так далее. Выделим в этом списке сольные выходы персонажей и ансамблевые номера, предвосхищающие классические балетные формы. Балет «Маленький матрос» появился на сцене в результате требований взыскательной публики, которая пришла в восторг от комической оперы Гаво и ожидала продолжения. В этом отношении произведение встает в один ряд с деревенской героиней Пари, создаваемой по опере Монсеньи. Здесь вновь обнаруживается проблема оперных переработок в балете. Премьера балета «Русские в Германии» или «Следствие любви к Отечеству» 1813 года с музыкой Пари состоялась 19 мая 1913 года. В опубликованном либретто сочинение автора музыки назван Пари. Однако Коржиньянс и Пешкова в своих работах называют его соавтором Кавоса. Произведение задумано как продолжение одноактного пантомимного балета «Девятый свет» с форами и плясками «Ополчение» или «Любовь к Отечеству» с хореографией Вальберга и Пуаро 1812 года на музыку Кавоса и вошло в круг патриотических театральных сочинений, посвященных войне 1912 года. Приведем краткое содержание балета в 11-й иллюстрации. Геройка патриотическая линия сюжета восходит к жанру оперы спасения, а введение в либретто Ганса Дурачка связывает его с деревенской героиней и, конечно, дезертиром, где впервые появляется дурачок Беби. В тексте либретто Вальберга 12-я иллюстрация также следует выделить музыкальные характеристики, заданные автором. Так, из либретто известно, что в начале первого действия звучала воинская музыка, вероятно, это был марш, а завершалось это действие песни, попавшей впоследствии во многие фольклорные собрания. И вот, пожалуйста, диалог уже с русской музыкой, с русским, с российским фольклором. Эта песня была сочинена Никонором Астафьевым, то есть она авторская, отставным солдатом фоногорийского гренадёрского полка в 1812 году. Также, 13-я иллюстрация, пожалуйста, последняя, также в либретто определена программная функция музыки от тракта к четвёртому действию, рисующего батальную сцену. Сохранились ноты, комплект оркестровых голосов балета «Русские» в Германии. Обратим здесь внимание на большой оркестровый состав, типичный для турецкой или яночарской музыки, то есть литаврый, малый барабан, треугольник, большой барабан и тарелки. Рукописные пометы нотного текста обогащают ценными подробностями балетную композицию, фиксируя выходы солистов, кордебалета и хора. Жанровых обозначений в партиях немного, это два вальса «Казачок», «Англэс» и «Контрданс». Среди инструментальных номеров указываются также роман с Цицилиана, Тарантелло, Полонез, вальс, темы русских плясовых. В нотном тексте балета нами снова обнаружена цитата «Ариоза Орфея Дейплакатеви, Конмэ» из второго акта оперы Глюка в «До-мажоре». Это номер 24, приводится всего 17 актов. Тема исполняется габоем в сопровождении пицциката Струн. Напомню, что в этом «Ариозе» Орфей пытается усмирить и разжалобить духов подземного царства. Цитата эта не случайно. Именно в подземелье попадает в начале третьего действия балета Иван Солдат, отец Василисы, который вместе с ее дочерью позднее попадает в плен к разбойникам. Подчеркнем, что здесь, как и в балете «Деревенская героиня», именно глюковская музыка становится выразителем дополнительного контекста, носителем понятной для слушателя лексики. Музыкальный стиль балета безусловно эклектичен. Не исключено, что над музыкой этого балета Пари работал вместе с Кавосом, используя при этом компиляцию написанных ранее сочинений. Опыт первого знакомства с творчеством композитора получился многогранным. Ему не приходилось выбирать сюжеты для своих балетных произведений. Как правило, темы были продиктованы обстоятельствами истории, свадебные торжества в Гатчине, наполеоновские войны и волей хореографа в Шевалье Дидло Вальберга. Поэтому его композиторская функция всегда была разной от создания оригинального авторского текста до аранжировки чужого материала. Мастерство Пари, как музыкального драматурга, раскрывается в его балетах, построенных на заимствованном материале. Руководствуясь пожеланиями хореографа, он говорит сослушателям языков танцевальных жанров, отобранных в соответствии с сюжетными ситуациями. Целостность музыки достигается путем введения тематических повторов и сцен сквозного развития. Велика роль совместной работы композитора с хореографами. В его музыке кристаллизуются формы классического балета под аксьон, под эдэ, под этруа и так далее с сольными выходами солистов и совместной кодой в балетах «Деревенская героиня», «Маленький матрос» и «Русские в Германии». На примере произведений Пари ясно прослеживается проблема автора музыки в балетах и его положение в кругу создателей спектакля. Собственный материал композитора, плод его индивидуального творения все еще не имеет большого значения. Система музыкальных ценностей, при которых композитор выполняет второстепенную обслуживающую функцию, по-прежнему сохраняется в балете. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, пожалуйста, есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Александра Евгеньевна, у меня такой вопрос возник. Вы же работаете в архивах, работаете с документами, с какими-то композициями. Вот насколько вообще исследованной является и просмотрена, вычитана в архивах, какая-то еще другая информация относительно, может быть, не только этого композитора, политмейстера, который, вы говорили, принимал участие, но вообще есть ли еще подобного масштаба деятелей, которые вот просто лежат таким грузом в архивах, и никто пока к ним не прикасался. Спасибо большое. Это очень, конечно, важно. Если лежит, то надо как бы вам продолжить еще поработать с ними. Вы знаете, я думаю, что работать над этим придется много и долго, потому что начало 15 века и конец 18-го, которым мне приходилось заниматься. Это период очень мало исследованный, и даже те редкие, в общем-то, работы, которые удается сделать, они требуют просто огромного количества времени. Дело в том, что весь музыкальный материал, мало того, что он сохранился только в архивных собраниях, он почти не издан, но он хранится в виде оркестровых голосов. Если вы хотите прочитать партитору, то необходимо, конечно, сводить даже восемь тактов, да, можно все партиторы свести воедино. То есть это достаточно долгая, кропотливая работа. Конечно, память этих, об этих композиторах, она этого заслуживает, даже если эти композиторы, может быть, были не такого уж высокого полета, как, может быть, хотелось. Может быть, это не всегда какие-то шедевры, а часто это вообще музыка сборная, переделанная просто из разных источников, и часто мы сталкиваемся с тем, что просто перекладывали из одного сочинения в другое вертюры вступительные, какие-то другие фрагменты, компиляции делались. Все-таки основная наша, наверное, задача это восстановить историческую справедливость и объективно показать ту картину, которая была. Музыки там, конечно, большое количество, в целом ряде архивов, и, конечно, еще многие-многие годы работы потребуются для того, чтобы все-таки как-то для аудитории, для научного сообщества прояснить, что было в этот период и в области балетного искусства, в области оперного искусства. Мы достаточно мало еще знаем. Степень участия такого соработничества балетмейстера, вернее, композитора с балетмейстером, она вот таким образом вам вычитана, и вот вы сказали, что это было действительно, что он действительно участвовал в драматургии непосредственно и так далее, драматургии как и спектакли самого. Это вот на основе каких источников вы такие выводы знаете, что да, он действительно такая работа была серьезная и с обеих сторон. Ну, во-первых, известно о том, что Шаро Дедло очень деятельно участие принимал в создании музыкальных сочинений, и он работал сам с композиторами и руководил тем, как они будут выстраивать свой музыкальный материал. Известны также такие примеры, например, в связи с балетом «Зефир и флора», когда Дедло по легенде потерял ноты, то есть во время кораблекрушения они просто утонули, и он вынужден был по приезду в Россию заказать просто новый вариант балета, то есть при сравнении мы обнаруживаем, что это вообще разная музыка, то, что ставилось, скажем, во Франции, когда он туда уезжал, и то, что ставилось в России. Конечно же, балетмейстеры, роль балетмейстера, она была в то время первична, потому что все-таки они часто были создателями либретто. И прежде всего основа драматургии, она закладывалась там, и уже требования, которые они предъявляли к музыкантам, это было что-то более вторичное. К тому же часто бывало такое, что сроки были очень краткие, и мы знаем еще из екатериненских времен, и даже более ранних, когда поручались спектакли нескольким музыкантам, и делались такие сборные работы, как в случае, ну, самый известный, наверное, случай, это начальное управление Олега, на екатеринский сюжет. Но были балеты, были и оперы, где часть музыки писала один музыкант, а балеты писали другие музыканты. Конечно, здесь роль автора балетов, она была более, так сказать, вторичной, чем балетмейстер. Думаю, что так. Сколько ярны были балеты именно этого композитора, что говорят документы, количество постановок, рецензий, вы понимали, что восхищены рецензии от матросов, а еще что-нибудь? Рецензия, это касалось оперы Гаво, которая была очень популярна, и на сюжет которой создавался этот балет. Что же касается непосредственно балетов, то достаточно мало мы находим сведений, конечно, здесь нужно еще тоже работать над мемуарами, но то, что удается, обнаружить, говорит о том, что это, в общем-то, скорее был такой потребительский момент, и потом очень многие балеты того времени, они все-таки чаще исполнялись в придворных кругах при очень небольшом количестве зрителей, поэтому, естественно, такого широкого распространения они почти не получали. Редко это можно было увидеть в каких-то общественных театрах, реже. Естественно, о популяризации речи быть тогда не могло. Спасибо. Спасибо. Ну, если нет вопросов, мы идем дальше. Спасибо. у нас тут в начале планировалась такая небольшая микросекция по Рахманинову, просто Алиса, Евгений, надо уходить на экзамен, поэтому пришлось ее поставить сейчас. А мы продолжаем рахманиновскую тему, и выступит Тамара Васильевна Паршина, кандидат филологических наук, председатель правления рахманиновского общества. Пожалуйста. Ну, и тема очень интересная и необычная для музыковедения происхождение слова рахманинов. Спасибо. Где-то на рубеже 2000-х годов, в 1998-м, в 2000-м, где-то так. Вот на этом самом рубеже основатель, учредитель рахманиновского общества, профессор Московской консерватории, народный артист СССР и Виктор Карпович Рахманинов приходит ко мне и говорит, послушайте, сегодня ко мне приехал, называет фамилию, не назову, профессор Казанской консерватории и сказал мне, что Рахманинов, оказывается, происходит из Золотой Орды, потому что первая строка Корана, извините, я прочитаю, первая строка Корана звучит бисмилляхи ррахмани ррахим я говорю, ну и как вы? он говорит, мы с ним долго спорили, чем закончился спор, мы не убедили друг друга, сказал Виктор Карпович, я понимаю, что они не убедили друг друга, самая неприятная другое, я последний раз перед нынешним Новым Годом слышала это же самое утверждение в музее Ленфобианы Гнесиной, и до того я слышала такое же утверждение, что Рахманинов родом из Золотой Орды неоднократно и, извините, и в Московской Консерватории тоже. Так вот, я должна, я буду говорить сейчас на чуждом вам языке, поскольку я лингвист, отсылка к строке Корана неверна по трем причинам. Первое, по причине лингвистической, по причине функциональной и по причине исторической. Лингвистика по законам русского языка от иноязычной основы на и рахмани невозможно образование притяжательного прилагательного с суффиксом н, я не говорю н, потому что вы тогда поставите э и н. Возможно образование притяжательного прилагательного только с суффиксом еф. Пожалуйста Али Алиев Валиева у нас тут сейчас Вали Валиев Других вариантов просто язык не признает. Вторая причина функциональная рахмани рахмани в этом тексте это означает милостивый и это является эпитетом Господа Бога. Для того, чтобы стать прозвищем семьи, фамилии семьи, категория должна быть не отвлеченная, а абсолютно материальная. Это должен быть человек. И у этого человека обязательно должно быть потомство, потому что потомство должны как-то называть, а называют его притяжательным прилагателем Иванов, Петров, Сидоров и прочие. Так вот, неизвестно, чтобы в Золотой Орде был человек по имени Рахмани и чтобы у этого человека было потомство, которое бы назвали этой фамилией. И, наконец, третье. Это история, которую мы, вот эту как раз часть истории мы проходили где-то классе в пятом. В России православие, помните, когда было принято? И помните, когда 13 век, когда началось монголо-татарское нашествие? Так вот, слово, от которого произведена фамилия Рахманиновых, пришло в Россию вместе с православием за два с половиной века до того, как в России появились монголы и татары. Таким образом, это то, что в лингвистике называется вульгарной этимологией. Так вот, прежде чем рассказывать о том, как оно появилось, хочу сообщить вам нашу лингвистическую тезу. Язык – это очень твёрдый свод правил. Для того, чтобы люди понимали друг друга, этот свод правил не должен подвергаться произвольному, личному, частному вмешательству. Язык развивается и изменяется сам на основе социальной жизни сообщества, которое говорит на этом языке. Язык не допускает, повторяю, волонтаристских вмешательств. И если мы хотим понимать друг друга, то нужно следовать этим правилам. Движение к нашему слову Рахманинов начинается с родословного древа Рахманиновых, которое было представлено в 1894 году Тамбовскому дворянскому депутатскому собранию. Затем подлинник этого представления в депутатское собрание очень грубо отреставрированный и находится у меня в собственности. Копия этого документа была воспроизведена в книге автор которой Василенко. Книга называлась «История рода Рахманиновых» и в этой книге в качестве приложения именно этот документ родословное Рахманиновых представленное депутатскому собранию в 1894 воспроизведен. Эта копия у меня есть тоже. Так вот, начинается родословное с родоначальника. Не того родоначальника, который известен по учебникам после того, как все процитировали Софью Александровну Сатину, а настоящего родоначальника. Древо гласит «Богдан, владетель Воложский, въехавший Россию в столичный город Москву, от которого произошел род Рахманиновых. Степан Богданович, владетель Воложский, храбрый воевода, третье поколение, Иван Степанов, владетель Воложский, прозвище Вичин. Четвертое поколение, Василий, Иванов сын Вичин, по прозванию Рахманнев. И пятое поколение, это сыновья Василия, по прозванию Рахманнев. Остановимся на значении сперва грамматической формы. Я понимаю, как неприятное музыковедам слушать грамматику, но тут ничего не поделаешь. Доля у меня такая. Значит, Рахманнев Василий по прозвищу Рахманнев. Это притяжательное прилагательное. Это притяжательное прилагательное образовано от существительного, которое в 15-16 и ранее веках было очень хорошо известно на Руси. Было оно известно из богослужений, на которые люди регулярно ходили. Все прихожане понимали содержание богослужения, потому что, как вы знаете, в православии богослужение идет на национальном языке, в отличие от католиков. так вот, богослужение время от времени прерывается, это и сейчас есть, так называемыми чтениями. Его оригинальное название, оно во всей древнерусской литературе используется, парими. В паримиях рассказываются разного рода истории, которые были распространены, написаны и распространены в апокрифах. Что такое апокрифы, вам объяснять не надо, вы знаете. Так вот, во время паримии, во время чтения, когда прекращается пение певчих, когда священник не поет молитвы, когда священник рассказывает, в это время рассказывались разные истории, в том числе нередко истории, изложенные в многочисленных, по-моему, их было около шести штук, в многочисленных Александриях. Александрия, это средиземноморская литература, это литература рассказы о захватнических походах Александра Македонского. В этих рассказах говорилось о том, что написаны они в жанре письма Александра Македонского своей матери Олимпиаде. Так вот, в этих повестях, их называют кто романами, кто поместями, бог их знает, в этих сочинениях рассказывалось о том, как воины Александра Македонского пришли вот на эту новую для Италии, для Греции новую землю с оружием, завоевывать ее. И встречали они там разные чудеса. В одной из Александрий говорится, что воины Александра встретились с людьми огроменного роста о шестью головах. Затем были и разные другие чудеса, которые перечислять долго, и они к нам не имеют отношения. Но в числе этих чудес было племя. Его называют народ. На самом деле все, кто называет это племя, утверждает одно и то же, что этот народ не является людьми, человеками. Homo sapiens. Что это нечто другое. Так вот, это племя, с которым они встречались, называется в литературе Рахмания. Причем до XIV века слово это писалось в рахмане с первичным V. Вот эти в рахмане описывались как благой народ бессмертных людей. Так вот, я буду говорить вам, рассказывать буду о рахмане после того, как закончу с грамматикой, морфологией. Итак, наш четвертый, представитель четвертого поколения Василий Иванов, сын по прозвищу Рахманев, прозван был Рахманиевым и никак по-другому его не называли. Поэтому, когда я увидела в воспоминаниях Софьи Александровны Сатиной, которая называется «Записка о Рахманине», вы знаете, когда я увидела, что она воспроизвела вот этот самый ряд, она Василия назвала не Рахманевым, она сделала то, от чего предостерегаете вы, господа ученые своих студентов, от чего предостерегала их я, пока преподавала в институте. Не сметь трогать ничего исторического до единой буквы, воспроизводить исторические, исторический материал именно в том виде, в том качестве, какой он перед вами предстал. Софья Александровна написала «Василий по прозвищу Рахманин». прозвище Рахманин отстоит от Рахмани приблизительно на пять веков, как слово, а вот как лексема, а как прозвище в семье Рахманиновых ненамного. сам Василий по-видимому у некоторых родословцев считается, что он родился в 1607 году, хотя это не очень точно. Это может быть 605, 601, максимум 610. Так или иначе, это 17 век. Так вот, прозвище у него было Рахманев, и вот от этого самого прозвища мы и начинаем наше путешествие началу фамилии рода, почему это слово попало в этот род и как оно двигалось. Василий был известен, поскольку его прозвали Рахманев, то значит это один из Рахманий. Можно предположить, но только предположить, сказать точно не может никто. Можно предположить, что в обиходе, когда его прозвали Рахманев, когда, вернее, записали в церковной книге, что он Рахманев, можно предположить, что когда он вырос и женился, там уже начало проглядывать слово, которое является точным синонимом слова Рахманев, но морфология у него другая. Слова с окончанием «не», называют существительные с окончанием «не», хорошо известны в русском языке парижане, дворяне, крестьяне, славяне, поляне, древляне, миллион. Все эти слова образуют значение, слово со значением единственного числа суффиксом «нин». славяне, славянин, мещане, мещанин, дворяне, дворянин и прочее. Возможно, что цыгане. Это все то же самое, басурмане. Их много, этих слов. Это собирательные, существительные, ведь обычно существительные образуются в форме единственного числа и от него образуется форма множественного числа. А вот для существительных собирательных все наоборот. Собирательные образуются как название сообщества, группы. И из этого сообщества вычленяется один. Так вот, возможно, к середине 17 века в русском языке уже и появилось слово «рахманин» как «один из рахманий». Но «рахманин» только как один из рахманий, ни из чего другого, потому что с этим суффиксом образовывались существительные только от существительных на «не». Возможно, это пришло потом, но тем не менее все-таки Сатина поторопилась. Ну, мало того, что поторопилась, она нарушила цепочку. Так вот, случалось на практике в обыденной жизни, мы не знаем, случалось ли это, но именно грамматическую модель, синоним рахманей, рахманев, слово «рахманин» это два идентичных синонима. Мы не знаем, когда это произошло, но это произошло, по крайней мере, это произошло к тому времени, когда у Василия Рахманиева родились трое сыновей, Андрей, Иван и Василий. Вот этих-то новорожденных уже новый дьяк, новый записал так «Василий, сын Васильев по прозванию Рахманинов». Таким образом, в пятом поколении этого семейства появились рахманиновые. Хочу обратить ваше внимание и на вещь, которую я пропустила. вы все я как-то читала статью одного рахманиноведа, которая начиналась словами «Общеизвестно, что род Рахманиновых произошел от короля Стефана III Великого Молдавского». Так вот, ничего близко даже нет. Ни от какого короля они не происходили. Это все случилось на сто лет позднее, того времени, когда жил Стефан III Великий. Так вот, в XVII веке писец, который должен был записывать сенафей Василия, стоял перед дилеммой. От слова рахманинов никак новое притяжательное прилагательное не образовать. Там получится очень не по-русски. А по-видимому к этому времени уже известно было рахманин. Или писец был настолько образован литературно, что сам составил эту конструкцию. Рахмания рахманин, мещания мещанин и прочее. И в пятом поколении писец в церкви занес в книгу Василий сын Васильев рахманинов. Иван сын Васильев рахманинов. Андрей сын Васильев рахманинов. Таким образом сама фамилия пошла где-то от середины 17 века, от второй половины 17 века. Теперь можно перейти к самому главному. Почему так получилось? Что такое рахмания? Почему они получили такое продбище? Семья воложских дворян, кстати, не молдавских, дворян это воложские, потому что Богдан был владетель воложский и сын его, храбрый воевода Степан, тоже был воложский владетель. Так вот, почему это семейство Волохов, переехавшее в Россию, прошу обратить внимание еще на один историзм. наше государство не называлось Россией при Иоанне III. Она называлась Великое княжество Московское. А Волохи переехали не Великое княжество Московское, а в Россию. Это самое раннее первое четверть XVII века. Никак не раньше. Так вот, почему это семейство Волохов прозвало всю семью Рахманиями? Рахмания, если взять архаический способ склонения этого слова, склоняются так. Они Рахмане, кого Рахманий, кому Рахманем, кем Рахманеми и о ком о Рахманях. Вот так оно склонялось. И все эти слова в древнерусской литературе превосходно сохранились. Так вот, кто такие были Рахмани? Я сейчас начну с цитаты. Из Паремии русские узнали о существовании вот этих самых Рахманий. В послании архиепископа Василия Новгородского Владыке Феодору Тверскому о рае 1347 год посвященном ученому диспуту о том, где находился рай на небе или на земле. Так вот, Василий Новгородский писал. В Паремии называют четыре реки, которые текут из рая с востока Тигр, Нил, Фессон, Ефрат. Ним же во владениях Египта течет с высоких гор, которые возвысились от земли и до неба, и место это недоступно для людей, и на самом верху его рахмане живут. Я прошу это запомнить. Возвысились до неба. Есть тексты с прямым указанием, где живут рахмане, перед вратами Эдема. Существование рахмане для наших средневековых предков было совершенно непреложным фактом, никто в этом не сомневался. И вот вернемся к нашим Волохам, Воложской семье. Дороги к рахмане нет никому. Рахмане абсолютно изолированы. И рахмане ведут благой образ жизни. Каждый... И вот я нашла... Сначала я прочитаю первую часть, этой цитаты, а потом уже перейду к заключительной части. Каждый народ имеет либо письменный закон, либо обычай, которые люди, не знающие закона, соблюдают как предание отцов. Из них первые же сирийцы, живущие на краю света. Имеют они обычай своих отцов. Вот это и самое важное. Не заниматься любодеянием, прелюбодеянием. не красть, не клеветать или убивать. И особенно не делать зло. Так вот, в паримиях говорилось об этом, это было своего рода поучение прихожанам. И вот эта идея распространилась. А идей тут много. И не делать зло, и не заниматься любодеянием, и не красть, и не воевать. Но самое главное, к ним нет доступа. Они живут отдельно. То, что я вам сейчас прочитала, написано в первом списке и повторено затем в списке лаврентийской летописи в XIV веке. Это первый список повести временных лет. Повести временных лет это XII век. Так вот, в повести временных лет я, блуждая долго по XIV, XV, XIII векам, нашла то, что я искала. Эти по заветам таков же обычай и у вактриан, называемых иначе врахманиями или островитянами. Эти по заветам прадедов из благочестия не едят мясо, не пьют вина, не творят блуда и никакого зла не делают, имея великий страх Божьей веры. Меня поразило, что авторы повести временных лет XII века списка поставили в один синонимический ряд трех персонажей. Островитяне, я вам не сказала, это не очень важно, в «Хождение Зосимы» рассказывается о том, как он среди безводной пустыни вдруг увидел чистую воду, за ней остров, и на этом острове росли деревья, дерево наклонилось к нему, Зосима на это дерево влез, и дерево перенесло его на остров, а там жили рахмани, и они рассказывали о своем образе жизни. Их много, этих рассказов, это не важно. Так вот, здесь в этом предложении стоит то, что мне так было нужно. таком же обычай у вактриан, называемых иначе, врахманями или островитянами. Островитяне это вот из «Хождение Зосимы», а врахмане это наши персонажи. Врахмане, я вам говорила, упоминала сегодня уже, что они до слова, это писалось века до 14-го с начальным «В». В русском языке, извините, надо немножко об этом сказать, потому что это объяснит, почему было «В» и оно прекратилось. В русском языке, в языке наших предков, а наши предки единственные из всего славянского огромного рода, называются как славяне, а все остальные приняли название у реки Моравы, значит, Морави, древляне и прочее. Так вот, у нас, у славян было принято слово, простите, я заблудилась в своих собственных словах, у славян есть такой закон в языке, а именно сочетание двух или трех взрывных согласных в начале слова не удобно для славянского, именно славянского, не южнославянского, не западнославянского народа, а для славян, которые стали нашими предками. Я не называю их восточнославянскими, потому что тут довольно легко впасть в ошибку. Так вот, вы знаете такое название город Брянск. Город Брянск построен был, поставлен был внутри диких лесов, внутри дебрей, и назывался он первоначально как Дебрянск. А потом людям в скороговорке не хотелось гласную произносить, стали говорить Дбрянск. А поскольку Дебр очень трудно для русского юха, то отбросили Де и стал у нас город Брянск. И историю его названия надо разыскивать. Так вот, в Рахмане, в повести временных лет, это наши Рахмане, утерянные первой согласной звукой. Так вот, в Актериане, в современных исторических трудах Бактрианы, это жители Бактрии, обширной области, на которой сейчас располагаются территории частично Афганистана, Узбекистана и Таджикистана, в течение, в верхнем течении реки Амударии. Бактрия была выдающейся цивилизацией древнего мира, именно это обстоятельство и соблазнило Александра Македонского отправиться со своими войсками туда, на ту землю. Бактрия располагалась на благодатной, плодородной равнине, и, как говорят, рассказывают некоторые историки, я им поверила, я не проверяла, они рассказывают, что семена многих плодовых и огородных культур привезены были в Италию, в Грецию, вообще в районы Средиземноморья из Бактрии. Возможно, это правда, мне хочется верить, что это так. Так вот, Бактрия, бактрияне, бактрияне, это абсолютно реальные живые люди, это материальная вещь, это не выдумка, не сказка, не воображение, значит, нужно было идти из Бактрии, потому что через Бактрию проходили пути куда? В Индию? Я делала кое-какие разыскания и нашла путь к Врахманиям. и нашла его с помощью немецкого лингвиста Макса Фасмера, который жил, умер где-то вскоре после Великой Отечественной войны нашей, жил в Германии, чистой воды немец. Это лучший этимологический словарь русского языка, который когда-либо у нас был создан. То есть он его создал, написал этимологический словарь русского языка на немецком, а потом наши лингвисты переводили. Я, дойдя до Бактрии, поняла, что мне надо двигаться к Фасмеру. И у Фасмера я нашла то, что искала. В этом словаре я нашла информацию о том, что слова Бактриане в Рахмане, по крайней мере в Рахмане слово в Рахмане пришло из санскрита. Это мертвый литературный язык народа хиндув пост-ведической религии. И в пост-ведической религии народов хинду верховным божеством был Брахма. А молитва, которую адресовали Брахме называлась Брахмана. А жрец, который читал эту молитву назывался Брахман. Потом рассматривая разного рода легенды народа хинду, я нашла, умница Дорошевич перевел, что Брахманов называли вечно радующимися. И вот из всех этих материалов я выяснила, почему Брахмане это нечто, какое-то смешение материального бытия и фантастики. Ларчик, оказывается, открывался очень просто. Брахмане составляли высшую касту в Индии во времена народа хинду, во времена вот этой цивилизации. Они вели тот образ жизни, который им предписывала их религия. Брахмане строго соблюдали образ жизни, предписанный им их религией брахманизма. Следовательно, по крайней мере снаружи они казались действительно небожителями. Я не знаю, что там было внутри, не изучала, понятия не имею. Но брахмане представлялись всем иным кастом индийского народа, как люди, ведущие чистый, благословенный образ жизни, которые не делают зла. И попасть к брахманам было невозможно. Я глубоко убеждена в том, что никакие пушки и танки не устоят, если человек захочет с пушками и танками пробиться. но ни один человек не сможет одолеть воли другого человека. Если другой человек не пускает вас, вы никогда туда не пройдете. Так вот, из этого и родилась вся эта сказочно-религиозная история о брахманах, от брахманов к рахманям, через рахманий. Теперь ведь есть слово рахман, от него образуются фамилии рахманов и географические наименования рахманова. Это все то же самое. Просто отбросили, сделали конечную согласную корня твердый рахман, отсюда на после твердой конечной согласной рахманов. Вот и пошли у нас рахмановы и я знаю деревню, которая называется рахманова. А все оттуда же, от брахманов. Так вот, именно это обстоятельство и породило в паремиях представления о небожителях, которые вот таковы, что к ним нет доступа нашему брату людям. Такое было ощущение, когда я читала всю эту литературу, что на образ жизни брахманов или рахманий смотрят как будто сквозь стекло. вот оно рядом, близко, а достичь невозможно. А закончу я Сергею Васильевичем. Он был очень закрытым человеком, вы это знаете, это хорошо известно. Он не подпускал к себе даже самых близких, родных и друзей, даже сестер Сатиных, о чем они обе сообщают в своих мемуарах. Вдова писала. Сергей Васильевич мог быть таким скрытным, что меня и теперь все мучает вопрос, знал ли он, что умирает или не знал. Они же скрывали от него, что он умирает. А Софья Александровна подтвердила. Он был очень скрытен относительно всего, что касалось его музыки и относительно себя. Рахманинов, и в этом мое глубокое убеждение, открывался только своей музыке, имеющей уши, да услышит Евангелие от Матфея. Спасибо. Спасибо. У нас следующий доклад Ирина Анатольевна Савельева, нашли научный сотрудник научного центра Народной музыки имени Квитка Московской государственной консерватории. Русский партнер в контексте современной европейской культуры. Муз весеннего праздника русских староблят Румынии. Пожалуйста. Вот здесь видео. Я боюсь, что с диска он будет воспроизводить с задержками, поэтому нужно перекачать. Другое дело, что, к сожалению, не удалось сконвертировать это выишники. Ну, посмотрим. Лучше перенести, чтобы показывать удобней. Вот, я пока показывать фольклор, праздник, который перекликается немножко косвенно с темой предыдущего доклада. волошские старообрядцы, которые живут на территории нынешнего государства Румыния. Это русские старообрядцы, которые появились в Румынии вскоре после начала реформ патриарха Никона. И выход их был столь значителен, что там до сих пор по последней даже переписи живет около ста тысяч русских старообрядцев на территории всей Румынии. В Румынии они получили название Липавани. Это прозвище, это не самоназвание. Сами они, конечно, себя называют староверами, старообрядцами. Иногда они говорят, что мы киржаки, те, которые помнят родителей, как родители попали на Дунай. Но все эти старообрядцы попали на Дунай в основном через Ветковские и Стародубские Слободы, где было два мощнейших центра, куда старообрядцы бежали от репрессий из центральных губерний России. Да. Сейчас, секундочку. Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Так, конференции. Нет-нет-нет. Конференции, да. Внизу русская музыка. ВК. Вот это. Значит, видео. Видео, фото и вот там. Остальные уже файлы там загрузятся, а вот видео. Хорошо. Хорошо. Продолжаем. Термин липования имеет несколько трактовок. Исследователи тут не едины в своих предположениях, но большинство из них склоняется все-таки к такой цепочке филиппоны, филипповцы, филиппоны, филиповяне, липоване. То есть вот такое. Разумеется, что эта цепочка характерна только для Молдавии и для Румынии, потому что там на Украине русских старообрядцев тоже много, там они имеют другое прозвище, их традиционно там именуют кацапы. Почему кацапы? Потому что они, это такое унизительное прозвище, потому что они бороды мужчины носят, как цап. Цап это по украинским козелам, значит, как цап. Вот там их называют кацапы, а липоване это все-таки прозвище в большей степени на территории Румынии оно получило такое распространение, потому что в Молдавии их тоже именовали сначала липованами, в документах мы находим за 19-й век даже по Новороссийской губернии там донесения о этих липованах, причем их там презрительно называют липками, чиновники. Липки опять подняли мятеж, это значит, что липоване старообрядцы опять не согласны с каким-то налогом, дополнительным, которым их обладают. Вот, значит, вот там это прозвище все-таки было, но оно ушло. Вот сейчас о нем почти не вспоминают в Молдавии, что дало повод многим исследователям утверждать, что да не было, их там так не называли, их там так называли, потому что филипоны это было прозвище их просто железное и прочное. И вот эти филипонов это все-таки липование, я склоняюсь тоже к этой версии. Итак, в Румынию, за Дунай, русские старообрядцы попадают уже в первой половине XVIII века, самые ранние общины были зарегистрированы примерно в первой четверти, самая ранняя община в селе Сарикей была зарегистрирована в первой четверти XVIII века. Я сейчас покажу карту и будет ясно, вот карта, которая, да, вот эта. Значит, я здесь отметила, вот приблизьте вот эту область, где красненькие. Нет, нет, эту нет. Сейчас будет карта, будет понятен масштаб расселения. Я отметила здесь расселение только по Молдавии и Румынии, соответственно, Украине они тоже есть, но просто здесь вот специфика помечена. Значит, количество общин огромно. Здесь отмечены на карте будут только компактные поселения, но есть еще улицы просто в селах, где проживают и другое, иноэтничное население, в основном румыны, есть с украинцами. Значит, вот красными точечками отмечены все поселения на территории Молдавии и Румынии. В Румынии старообрядцы сосредоточены в основном в области Добруджа и даже в Болгарии есть тоже два поселения. Вот вы видите внизу слева, в правом углу это вот Добруджа, где красненькими кружочками все буквально испечрено. Вот, покажите, пожалуйста, следующую карту поближе, масштаб бедствия. Следующую, Вот это вторая. Значит, я буду показывать села, которые расположены в Добрудже. и именно сейчас вот будет поближе эта карта. Вот. Я буду показывать одно село будет камень и другое село будет новенькое. Камень находится сверху в правом верхнем углу. Ой, камень находится в левом углу сверху, а новенькое, которое в Гендере, что здесь, по-моему, оно находится внизу, под камнем, в нижнем углу, в левом. Итак, значит, старообрядцы довольно долго жили и в Румынии, и в Молдавии без церковной иерархии, поэтому все они по определению являлись беспоповцами, но на самом деле, конечно, они были беглопоповцами, они принимали попов из России священников по тем или иным причинам, которые вынуждены были бежать из России или уехать из России, или имели проблемы с церковными властями, были даже растрижены, но старообрядцы были вынуждены принимать их, потому что те совершали нужные им требы. Впоследствии по инициативе старообрядцев особо активных собрались они и восстановили все-таки трехчинную иерархию, это было тяжело и долго, но в 19 веке, в середине 1846 года, они восстановили трехчинную иерархию, и с тех пор села стали в большем количестве принимать единоверцев из России, пошел поток за Дунай. Одной из важнейших и основных статей дохода Липован являлось рыболовство, поэтому они старались селиться на берегах Дуная, на берегах его рукавов или на лиманах. Часто прямо за огородами начинались плавни какого-либо рукава Дуная, и там был прямо спуск за каждым огородом мосточки, и привязана лодка, потому что передвигались и сейчас тоже такая ситуация есть. К сожалению, вот село Камень, там были, был рукав Дуная, который, на котором они жили, но потом там правительство построило дамбу, и Дунай оттуда ушел на несколько километров, и это им, конечно, большая проблема, потому что для рыболовства им приходится выезжать. Вот, можно показать следующие фотографии. да, вот, это не камень, но это вот соседнее село, которое расположено в дельте Дуная. Вот, собственно, эта улица совершенно обычная во многих селах, вот, таким образом организована жизнь. Одна улица сухопутная, с другой стороны, где входы в дома, дома, а это, собственно, зады за огородами. Дальше можно. Едем дальше просто. Вот, это село новенькое, Гендерешт, вот так привязаны лодки. Дальше. Это вот мазки, это Вилково. Дальше можно, да. Вот, да, это совершенно хозяйственный момент, это село новенькое, вот человек заготавливает сено. Вот, и дальше это город Тульча, вот церковь Троица живоначальная, там в Тульче есть два прихода, это все переселенцы, Тульча город, это переселенцы из разных сел Дельта Дунай и Добруджи, и они там тоже этот праздник, о котором я сейчас расскажу, тоже справляют. Итак, главный годовой народный праздник имеет здесь два названия «Гнать стрелу» или «Водить круга», круги. В каждом селе бытует либо одно название, либо другое. Так что «Гнать стрелу» меньше, меньше, чем тех, в которых водят стрелу. В селах с бытованием стрелы хороводные формы называют «карагоды» все. Это показатель того, что большинство переселенцев прошло через Ветковские и Стародубские слободы, напрямую или опосредованно, потому что такой праздник как «Стрела», этномузыкологи об этом знают очень многие, имеет довольно ограниченный ареал бытования в российских регионах. Это Брянско-Гомельско-Черниговское пограничье. И все. То есть это несколько районов. Вот как раз там, где сейчас, даже и сейчас эта «Стрела» есть. Мы каждый год стараемся туда ездить. на этот праздник к местным жителям и записывать то, что осталось, общаться. Так что «Стрела», но она там имеет, конечно, обрядовый вид. Это дохристианский праздник, совершенно точно, с дохристианскими корнями. Но старообрядцы пришли в эти земли из-за гонений и прожили там достаточное количество времени, больше 100 лет очень многие. И именно оттуда они эту «Стрелу» и вынесли. И принесли они ее не только на Дунай, но еще и в Забайкалье, еще и на Алтай, еще и в Сибирь. Вот там, где есть «Стрела», это показатель ветковских старообрядцев. Там, где нет «Стрелы», это те старообрядцы, которые по тем или иным причинам не прошли через ветку из стародубья. это могут быть киржаки, это могут быть поморцы, разные бывают варианты. Вот, праздник, сам праздник продолжается один полный день и состоит из развернутого во времени пространства хороводного цикла, в котором медленные формы с круговым, линейным или орнаментальным движением чередуются с плесовыми и танцевальными. Из музыкальных инструментов у Липован была в ходу лишь губная гармошка. Остальные инструменты считались бесовством и подвергались жесткому запрету. Лишь после Великой Отечественной войны при общинах стали появляться нанятые клубом гармонисты, но это были румыны, играли они румынские танцы. Ну и сейчас такая ситуация сохраняется. Танцуют они румынские танцы. Традиционно в самом цикле активно участвует только женская половина села. Мужчины и дети и старики здесь в данном случае зрители. Иногда в игровых хороводах, если это нужно по сценарию, участвовали молодые парни. Само хороводное действие происходило на Масленицу или на Пасху в зависимости от совокупности климатических и хозяйственных условий. Вот в этих селах, о которых я сейчас буду говорить, это была Масленица, а чуть в дельте чуть севернее это дельта и Буковина это пасхальная неделя. В селах гнали стрелу и водили круга на Маслениц. Хороводные формы в праздничной обрядовой культуре Липован происходят из разных регионов России, поскольку сами старообрядцы имеют довольно широкую географию выхода. В общем количестве только хороводных форм по всей Румынии зафиксировано было более 50 образцов с вариантами. Музыкальная стилистика хороводных форм в целом отражает процессы, происходившие в традиционном русском мелосе на рубеже XVIII-XIX веков. Как и в коренных традициях, так и в мелосе, вновь создававшихся на новых традиций не только старообрядческих за рубежом, но и Сибири, Дальнего Востока и Забайкалия, так же, как и в старообрядческих этнокультурных островах, такая тенденция. Переселенцы приносили с собой на новые земли определенный культурный срез из разных регионов в разные времена на протяжении более трех веков, потому что за первой волной выхода была и вторая, и последующая. И все эти села принимали единоверцев из России. И часто это были единоверцы, которые пришли из России, остановились где-то в Украине или в Молдавии, несколько лет жили там, потом шли дальше за Дунай. Здесь одновременно шло два параллельных процесса сохранения и переосмысления. в силу особого ортодоксального мышления, обусловленного конфессиональной принадлежностью, при известной закрытости анклавов лепования старались сберечь максимальное количество форм и встроить их в традицию в новых условиях. Но при этом происходило качественное переосмысление контекста и музыкальных характеристик самих форм, что было связано как раз с конфессиональной эстетикой. Однако все, что не вступало в прямой конфликт с религией, сохранялось максимально бережно. В результате переосмысления и переинтонирования обрядовых и хороводно-обрядовых форм произошли довольно радикальные изменения по отношению к аналогам из российских регионов. Некоторые формы мы можем сравнивать. Наряду с сохранением самых устойчивых характеристик форм самой устойчивой характеристик оказался метроритмический каркас и также сохранились черты все-таки сохранилась гитерофония в нижних голосах. Я буду показывать, когда вы это услышите. Но, однако, понизилась звуковысотность исполнения песен, изменились тесситурно-тембровые характеристики, изменилась манера исполнения, в ладовом строении форм наблюдаются также видимые изменения, расширяется амбитус напевов, появляются широкие конструкции мелодических построений, широкие мелодические конструкции и даже секундовая переменность устоев в форме. Сам ритмический каркас укрупняется, долготы в частях стиха выравниваются относительно друг друга и части формы стремятся к симметрии, хороводной формы. Вот изначально там были асимметричные много. Такие тенденции свойственны продвижению в сторону стилистики протяжных песен. Фактура напевов существенно расширяется за счет обособления верхнего подголоска от нижних голосов. Напев становится диафоническим на всем протяжении. Нижние голоса имеют свой диапазон обычно в пределах кварты. Верхние голоса или один подголосок ведет параллельную им линию в терцовый интервал, приходя к нижнему унисону в полукаданцевых и каданцевых зонах милстрофы. Разумеется, в разных формах из разных сил есть свои специфические черты стилистики, но в целом специфика такова. В традиции, разумеется, существуют и более поздние жанры, такие как романсы, и поздние городские песни, и лирические песни, и часто с гомофонно-гармоническим уже складом, но сегодня они остаются за рамку сообщения. В каждом селе свой излюбленный состав и последовательность исполнения хороводов по обряде. Порой варианты внутреннего наполнения цикла различаются в разных силах существенно. Однако при всех различиях есть несомненное единство. Оно состоит в использовании форм с традиционными для России хороводными метаритмическими двух- и трехсоставными стиховыми структурами. Вот табличку можно дать? Таблица. Нет, не материалы. А, вот таблицу вижу. Вот. Значит, здесь я дала не все структуры, а только те, которые вот, собственно, только избранные, довольно показательные. вот здесь можно видеть, что есть мало слоговые построения восьмисложники, есть десятисложники, вот это хороводные формы только. Причем вы видите, что десятисложные конструкции силобические пять плюс пять в нескольких, в двух вариантах здесь представлены. один вариант, который под номером два здесь в таблице, вот это конструкция именно хоровода стрелы, я пущу стрелу. И которая следующая под номером 2А, здесь разница только в укрупнении или уменьшении долгот. Вот. Крупные долготы появляются в связи с замедлением напева. Вот то, что я говорила, тут тенденция уже в сторону протяжных форм. Очень любят старообрядцы конструкции составлять из семисложных звеньев. Здесь вот номер третий, четвертый и пятый. Семисложные построения 14-ти сложных 7 плюс 7 и даже там он распевается в строфу четырехстрочная есть строфа, где целые стихи выступают как полустихи. В номере четвертом я не углядела, в номере третьем я не углядела ошибку, там 7 плюс 6, там шестисложное звено, второе, оно стабильное, но тем не менее вот семисложники очень любят старообрядцы, разные стиховые структуры с участием семисложных групп возникают. Вот, под номером 6 вы видите совершенно характерный для очень многих российских региональных традиций стих вдоль по морю, морю синему, вот, дальше вариант его 10 сложный, и под номером 8, под номером 7 и 8, это два разных стиха, но они в конструкцию соединяются в единую страфу. Я покажу этот вариант. Значит, вот, дальше я хочу уже перейти к показу. Значит, я покажу сейчас первое село будет камень, и мы посмотрим видео. Это круги, медленные хороводы, круги. первые, да? не, ой, сначала фото покажите, пожалуйста. Это село расположено рядом с дельтой Дуная. Какое? Значит, вот, начните, пожалуйста, вот, вот этого? Нет, вот отсюда, вот ансамбль. Значит, это около, сейчас исполнители собираются около Дома культуры, и Масленицу, Масленицу у них официальный такой праздник, туда собирается все село, и вот женщины, это ансамбль при общине, там поют такие признанные мастерицы, и вы видите, что там много подростков, много школьников, которые ходят учиться, у них это принято, учиться у пожилых людей пению традиционных песен, и у них традиционные песни в почете. Когда мы общались отдельно вот с этими девочками и мальчиками, и мы от них записывали эти же хороводные песни, и что удивительно, они все эти песни допевали до конца, то есть они знали полные тексты этих форм. Это ну в российских регионах пожалуй это большая редкость, а вот у старообрядцев они очень держатся за свою идентичность и поэтому вот сохраняют. Значит что за праздник такой? Сначала все собираются в центре села, водят там хороводы игровые, пару могут проиграть. Когда все участники собрались, исполнительницы выстраиваются шеренгами поперек улицы берутся, берут друг друга под руки, запевают песню, в данном случае это хороводная песня вдоль по морю здесь, и идут на край села на большую площадку, где водят вот эти самые круги. Покажите пожалуйста нам следующую. Давайте вот сначала вот потом вот 12 и 15 это зрители, которые уже ждут пожилые люди. Дальше, 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 это тоже зрители. Вот, значит, это они уже идут, исполнительницы. Обратите внимание, у них, у некоторых женщин в руках такие камышовые шесты с платочками. Эти платочки кружевные называются косинки. И вообще их несли девушки, которые, собственно, это должны были девушки идти в первых рядах на вот площадку, где они будут водить хороводы. И обычных хороводов кругов было, ну, как минимум два. И у девушек был свой круг, свои хороводы, потому что Масленица в данном селе была смотром невест. Вот такой, да, вот эти торжественные круги, их целый год ждали потенциальные женихи для того, чтобы приехать. Камень, вот конкретно камень, это огромное село, там было более двух тысяч дворов, и там невест, конечно, было значительное количество. А у старообрядцев проблемы были с родственными связями, как вот если исследователи тут есть, не дадут обмануть, что у старообрядцев еще и крестовое родство, и родственники крестных не могли жениться там до 14-го колена, то есть они как будто кровь, как родственники считались. Если крестные между собой были, там отец и мать, их дети не могли жениться до 14-го колена, это еще и с родственниками, потом вышло послабление до 7-го колена, но это тоже не сильно улучшило ситуацию, поэтому женихи, конечно, у них уже в конце 19-го века возникла большая проблема, и женихи приезжали довольно издалеких сел, и невесту выдавали довольно далеко. Так вот, вот это косинка, камышинка, на которую навязывались платочки кружевные, отделанные, каждая девушка привязывала их к нескольку штук, и мальчик, парень, которому нравилась какая-то девушка, они ходили высматривали, женихи, какая девка понравится, вот он должен был подойти к карагоду и ловко попытаться снять вот эту косинку, то есть там надо было проявить сноровку, потому что довольно далеко, если он будет нерасторопный, то останется косинка, которая на самом верху, так это пойди-ка ее прыгни, достань, вот, но оно того стоило, потому что если тебе нравится эта девушка, и ты точно хочешь ее сватать, то этот платок, вот эта косинка давал преимущество при равных партиях сватовства, если сватов было несколько, то вот это платок давал ему преимущество перед остальными сватами, если у них таких косинок не было. Ну так вот, вот исполнительницы пришли, вот покажем шествие, дальше, дальше, поехали дальше, вот, это такое шествие, и девушки, сейчас все вместе идут, вот, и вот они пришли, следующая фотография, пожалуйста, вот это село, вот это место в селе исторически называется Камень, там самые первые дома возникли, там большая такая каменная площадка, раньше она была над Дунаем, но, к сожалению, там построили дамбу, и рукав Дуная ушел, вот, а за домами там вообще обрыв, и прям вот был берег, но, к сожалению, Дунай обмерел, сейчас мы посмотрим хоровод, уже будем смотреть видео, против Каменских ворот, девки водят в Карагод, ходит молодец жалкует, то есть горюет, да, печалится, он не знает, каким быть, он не знает, каким быть, к Карагоду подойти, помаленечку и шел, понемножку выступал, что по-прежнему, по-любови девке на ногу он встал, то есть наступил на ногу, ну, это был, ну, как бы знак такой, что вот ты мне нравишься, вот такой довольно агрессивный, вот, а девка шутки не стерпела и парню в щеку ударила, становила плевуху, вот, опять такие лирические бытовые отношения, это один из медленных, один из первых медленных Карагодов, там были медленные с разыгрыванием в кругу и другие, так, да, 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 там просто какое-то время, я думала, уже идет, ну, там титры, да, да, и то, да, 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 Продолжение следует... 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 Ага. Схема стрелы немножечко другая, и она более такая развернутая. Шествие со стрелой идет по всем улицам села. Сначала собираются где-то на центральном месте, ну, может, могут собраться на улице на своей. Были разные компании, компаний со стрелой могло быть несколько. Собирались исполнители, выстраивались в линеечку и заводили первый хоровод шествия. Я пущу стрелу по всему селу, лети стрела вдоль села, убей стрелу. Стоп, пока, стоп. Значит, вот они выстроились в линию, и шествие идет, держатся они за платочки строго, шествие идет вдоль по улице. Вот эта крайняя пара, которая первая и вторая женщина, они сейчас встанут, чуть-чуть повернутся поперек улицы, и встанут, поднимут руки, и образуют такие воротца. И край, который последние, вот там, исполнители, они в эти воротца пойдут. То есть не линеечка, без с той стороны пойдут. И весь, вся линейка пройдет в эти передние воротца. И на следующем конце возникнут следующие воротца. То есть крайние пары все время образуют вот эти ворота из рук, в которые вся шеренга проходит. И таким образом это медленное шествие по улицам. На углах улиц шествие останавливается, и происходят танцы, водятся хороводы с припляской, и с другой геометрией круговые, орнаментальные, игровые. Там уже могли участвовать парни. И вот водят хороводы какое-то время по углах улиц, как они говорят. Дальше шествие вновь выстраивается и идет на следующую улицу. И так пока все село не обойдут в течение нескольких часов. После обхода вот такого села все собираются, сейчас они собираются у клуба. Ну, раньше это было просто центральное место, такая большая площадь в селе. И опять-таки танцы под гармошку. Или, ну, сейчас у них, к сожалению, там в клубе врубается эта вот дискотека румынская. Значит, там начинаются танцы. Вот, мы посмотрим, собственно, вождение стрелы. Первый будет «Я пущу стрелу». Дальше будет еще один по фрагментам. Мы посмотрим. И круговые. Все? Да? Можно запускать. Фрагментики. Главное запево «Руководить». Это село новенькое, Гендерешты. Подпишитесь. Мы можем перечислить. Следующая, 60-й, там надо перемотать, сможете? Сейчас. И без перерыва звучат эти формы. Одна кончается, начинается другая. Следующий, сейчас, секундочку я скажу, потом покажете. Вот, следующий, тут будет два карагода, которые побыстрее, они с припляской. И у них довольно необычная, если смотреть для русских регионов форма, они водят парами. Вот такая же форма есть у некрасовцев, казаков-некрасовцев, только у некрасовцев они медленные. А здесь они быстрые, но пары точно так же формируются, как бы вот спицами такими. Пара-пар-пар, и они по кругу идут. Теперь женщины могут стоять, женщина, мужчина может, если супруг, она может его пригласить. То есть разные были варианты, там могли участвовать и мужчины. У вас как со временем, потому что вы, конечно, вышли за регламент, сейчас давайте завершать все интересные материалы. Да, пожалуйста. Я, пожалуйста. Хорошо. Посмотрим. Вот эту, да? Да. А мне еще одно видео, и мне кажется. Спасибо. 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 Да, порядка 50. Нет-нет-нет, песен, самих песен, конечно, конечно. Конечно, нет-нет, хореографических форм, конечно, меньше. Ну что вы? Да. Вы сказали, что это все сохраняется. А вот эти записи, они какого времени? Последний раз это, сейчас скажу, это 2009-й, наверное. Ну, наверное, сейчас все-таки или неизвестно? Ну, к сожалению, у меня больше не было возможности. Нет, я там была, я там работала довольно плотно. Я там работаю с 2000-го года, я переправилась в Дунай в 2000-м году, и с 2000-го года я работаю вот там уже очень плотно. Последний раз, наверное, записи 2009-й, вот это, но то, что я наблюдала в 2012-м, там конференции у них проходят. Я просто там бывала, и в 2013-м, последний раз я была в 2013-м. То есть они и в Браиле выходят, и в Тульче, вот в Тульче они вокруг этой церкви, они водят стрелу, собственно. Они выходят, просто меняется состав участников, они знают традиционные песни, они все это знают. Просто молодежь не очень, они вот, у них период, они учатся, пока школьники, они им очень это все нравятся. Потом у них вот этот взрывной период, да, и они работают, потом им не до чего, они учатся, там институты, все вот это. А потом они возвращаются. Вот в 25 лет, 30, они уже замужем, уже женаты, они начинают возвращаться. И они включаются в этот процесс. Поэтому состав участников вот этих хороводов, он сменяется. Пожилые уже почти не ходят. Вот это пожилые люди здесь были, вы видели, я их попросила. Это по моей просьбе, вот последнее вот это село Гендерешта, они по моей просьбе вышли все, потому что мне нужны были, конечно, лучшие певцы, те, которые еще и петь могут хорошо. Вот, то есть этот ансамбль пожилых, конечно, сейчас они уже не ходят на эти праздники. Вот они посмотреть приходят, как зрители. А водят более молодые, но более молодые прекрасно знают эти формы. Что в Камне, что в Гендере, что в других селах. Инструменты, губную гармошку, здесь ничего нет. Ну да, потому что сейчас показывать еще губную гармошку, она есть. К сожалению, это, ну, не в полной мере, не совсем липованский инструмент. Я так подозреваю, что они получили его от некрасовцев все-таки, потому что у некрасовцев он прекрасно развит, а некрасовцы в этих селах жили более, сколько там, порядка 100 лет. И вот, собственно, у них был период, когда они очень активно взаимодействовали и общались. Вот, поэтому сейчас губнушка у них бытует что-то. Они в основном, они играют больше румынские мелодии. Ну, один какой-то, одна какая-то мелодия была, похожая на русского. Вот, но все это было на приточке. Мне, к сожалению, не удалось потом продолжить общение с этой исполнительницей. Она, ну, возраста примерно лет 50, и она, ну, работает в Италии. Просто она просто уезжает, ее очень трудно поймать. Ну, играет, она хорошо, но сейчас сами понесите. Какая обстановка, то есть это недоставаемо сейчас для меня. Сейчас я не могу там продолжать работать. Очень обидно. Все, да? Большое спасибо. Спасибо, извините, да. Вы упомянули Некрасовцев, и пора перейти к Некрасовцам. Да, передаю пальму. Они не могли у Некрасовцев заявствовать гармошку, потому что гармошка у Некрасовцев появилась только после Великой Отечественной войны, когда они давно уже ушли. Так и вы этих. Вот. Ну, вряд ли. И вы этих тоже. Значит, по каналам связи с румынами, с теми, кто соприкасался с итальянцами, немцами. Скорее всего. Ну, они Некрасовцы, конечно. Может быть. Сто лет назад. У этих тоже появилось. Сто лет назад вряд ли. Нет, ну, у этих тоже появилось. Собсоединяйте. Да, ну, я сразу скажу, да, что... Давайте на черношке объявлю. У нас высылут поэт Вера Николаевна Никитина, кандидат в искусствоведение, старший научный сотрудник проблемной научно-исследовательской лаборатории. Да, я сразу... Музыкальное образование Московской консерватории. Тема доклада. Казаки-некрасовцы по дорогам Европы и Малой Азии. Презентация изданий к 60-летию возвращения в Россию. Я уже долго не буду останавливаться на исторических аспектах. Они изложены в двух книгах. К сожалению, тираж еще не привезен. И я могу показать вам только обложки этих книг. Вот так они выглядят. Две книжки по казакам-некрасовцам, которые вот только-только вышли из печати. Вот посмотрите, вот так они выглядят. Объем, да, всего 78 печатных листов, общий объем. Вот. И когда они будут, вы сможете познакомиться и с историей, и с бытом, и с особенностями уклада, и с музыкой. Тут приложение, диски. Я поэтому не буду сегодня записи показывать, и фильм. То есть вот полный комплекс материалов здесь есть. Вот можете просто почитать. Вот эта тема действительно связана вот с предыдущим текстом, поскольку история и все, что связано со старобрячеством, это такой большой пласт русской эмиграции, невероятно интересный, невероятно ценный для русской культуры. И разное отношение было к старобряцам всегда. А вот по отношению к моим некрасовцам, я говорю «мои некрасовцы», потому что я их воспринимаю как часть своей личной уже судьбы, занимаясь 40 лет. И вот по отношению к ним, конечно, история была, ну, может быть, не всегда справедлива, поскольку они в историографии русской... Вы откроете, пожалуйста, конференцию первой, Московской консерватории, самая первая папка. В историографии они расценивались то, как предатели России, поскольку они ушли с Дона и воевали против российских войск, против восстав, против нововведений в русской православной церкви, против переустройства русского государства. Поэтому были постоянные стычки с армией царской, разгромы, жестокость невероятная. И они получали, уйдя к Крымскому хану, который был под властью Османской империи, они получали деньги из... Деньги монетного двора Османской империи. Поэтому их долгое время считали предателями. Но потом идеология менялась, и они уже воспринимались как защитники, борцы за свободу, отмечались даты восстаний Кондратья Булавина, чествовались вот эти вот все исторические вехи их судьбы. То есть история к ним была всегда очень изменчива. Ну и сами некрасовцы, к сожалению, использовались властями, и во многом они были заложниками истории. И на пути своего ухода из России они вынуждены были уйти, выбирая между свободой и диктатом. И также при возвращении в Россию они, в общем-то, оказались заложниками истории, поскольку при возвращении не были учтены полностью их желания, и они оказались не в тех землях, о которых мечтали. И, в общем-то, это привнесло такой драматизм в историю и общины, и в историю каждой из семей. Вы нашли вот это? Нет, это не то. Я сейчас буду сама тогда... Московская консерватория, конференция. Посмотрите мои книги. Нет, тогда корень. Самое начало. Ну вот, самое начало. Не знаю, ладно, не буду отвлекаться. В крайнем случае обойдемся без иллюстраций. Безусловно, судьба каждой из старообляческих групп интересна, специфична, и очень много написано и о Липованных, и о Некрасовцах. Поэтому, берясь за эту работу, а книги эти были выпущены при финансовой поддержке Русского географического общества, я просто горжусь этим и хочу это сказать, что это исследование было поддержано. Судьба Некрасовцев невероятно драматична, и мне хотелось в этой работе показать все перипетии этой судьбы. Показать жизнь общины и жизнь семей. Показать, как в условиях Турции, где были жесткие нормативы жизни, соответственно, Корану, как Некрасовцы уважали турецкие обычаи, турецкие нормы жизни, как они отступали от этих норм, как они отступали от своих заповедей, которые были предписаны их атаманом, Игнатом Некрасовым. Вот важно было показать вот эту всю сложности неоднозначной жизни. С чем это могло быть связано? Ну, во-первых, с тем, что им приходилось жить в меняющихся обстоятельствах, потому что менялись законы турецкие, они перестраивались. Мустафа Кемаль Ататюрк, которого они, кстати, очень любили, и ему даже одна из семей поставила бюст в селе Коджагёль, где они жили. Вот они перестраивались, на них были направлены как бы все тенденции отуречивания населения. Вот программа Ататюрка была, у него не было разных национальностей в Турции, у него были все турки. Курды были турки, дагестанцы были турки и так далее. Но вот несмотря на все это, Некрасовцы, для них главным, конечно, была коллективная идентичность, при том, что каждая из семей, она жила, в общем, несколько по таким своим правилам, со своими отношениями, со своими сложностями и так далее. То есть в их жизни в общем-то было все, были измены, были внебрачные дети, было пьянство, ну в общем было все, что как бы не принято ни в старобрячестве, ни в мусульманстве. Поэтому жизнь невероятно была их интересна. И нам, конечно, особенно важно, как же вот в творческом отношении проявлялась эта община. Некрасовцы в Турцию попали, я имею в виду на территорию нынешней Турции из Румынии, из Придунайской, куда я делаю эту папку? Конференции. А, посмотрите, конференции. Вот здесь найдите конференции, и там она будет первая. Конференции ищите, вот здесь ниже. Они попали примерно в начале 19 века. Да, вот, открывайте тогда. В начале 19 века, то есть в селе Коджагёль, вот на карте оно изображено, около Мраморного моря, близ Мраморного моря, они прожили там примерно полтора века. Вот красненьким отмечено это село. Вверху Черное море. Вот они передвигались из Придунайской до Бруджа, где они тоже прожили какое-то время. Почему они двигались? Они двигались, потому что их все время преследовали власти, на них были гонения, и они как бы вот чувствуя угрозу общиной уходили. Община была очень неоднородна. Она неоднородна была с самого начала. Еще на Дону она была неоднородна, куда бежали и крестьяне, и люди из разных регионов, кого только не было. Само войско Донское было неоднородно. Даже трудно сказать, были ли все старообрядцами, когда они уходили с Дона. То есть вопрос конфессиональный, он такой, в общем, достаточно сложный. Но в результате уже на территории нынешней Турции, бывшей Османской империи, у них уже сложился более-менее устойчивый уклад. Можно показать вторую фотографию. Вот когда Константин Владимирович говорил вторую фотографию, фотографию покажите вторую. Я делаю открываю фотографию. Когда он говорил о том, как воспринимается искусство, принимается ли оно как свое, или в нем какие-то черные черты. Вот посмотрите, вот это турецкие девочки в национальных турецких костюмах, очень похожие по колориту, по цветовой гамме, по стилистике на некрасовцев. Вот можно следующую фотографию показать. Это некрасовка. Когда у нас была презентация выставки, и посещал ее Атташа Покурьев, я его спросила, ну как вот похожи девочки из Гнесинского училища, которые были в некрасовских нарядах, на некрасовцев. Он говорит, абсолютно не похоже. То есть каждая как бы нация, она видит другое в том, что и слышит, и видит. Она все-таки ощущает более тонко вот эту неуловимую субстанцию, которая свидетельствует о национальной идентичности. Ну вот действительно, некрасовцы, вот эти перья, которые были в моде в 18-19 веке в светской жизни и гретке так называемой. Вот они в этих перьях, они в этом бисере, они в этих монетах, еще царской чеканке монеты сохранились у них. Но при этом они в турецких шелках, в турецкой вот этой вот богатейшей, можно следующей, колористической гамме. И вот в этом все некрасовцы. Вот у них и рогатая кичка, архаический такой головной угод с древнейших времен сохранившись еще богини Вавилонии, Египты изображались с рогами коровы. И в русской традиции рогатая кичка широко распространена и это известный такой атрибут свадебного обряда. Вот у некрасовцев вот это все сочетается. Можно следующую. Вот мы сейчас эту кичку посмотрим в разложенном виде, вот как она старинная выглядит. Поэтому действительно говорить о том, похоже, не похоже, это может быть неправомерно, потому что общаясь со множеством народов, а в Турции Турция это и перекресток цивилизаций, и это капсула времени, и это симбиоз народов, кто только там не живет, и армяне, дагестанцы, аджарцы, черкесы, и со всеми некрасовцы, перемещаясь по всей Турции, поскольку мужчины ходили на рыбалку, были и в Карсе, были и в Центральной Турции, и в Анталье, и по всем рекам, по всем озерам. Безусловно, они общались с самыми разными народами и впитывали все эти влияния, и трудно вычленить, что, откуда появилось вот в этом наряде, рядом с этими пуговицами, серьги с портретом от Аттюрка, вот это вот все сочетается в их бытовой и праздничной культуре. Где впитывались такие влияния? Ну, безусловно, совместный труд, поскольку некрасовцы ходили на рыбалку не только семьями, они вместе с турками рыбалили, с греками вместе на греческой границе, то есть была вот такая зона общения в течение пяти-шести месяцев, меньше не продолжалась рыбалка, и во время рыбалки пелись обязательно русские песни, обязательно пелись турецкие песни, все пелось вместе, пели и турки, то есть они оказывали влияние и на турков, пелись и церковные напевы, то есть вот очень тесный был взаимообмен, особенно вот в период отдыха. Затем, кроме труда, это посещение ярмарок, это посещение кинофильмов, новых, такой нового атрибута культуры, где было очень много музыки, и они впитывали музыку кинофильмов с огромной любовью, но в чем особенность? Вот если есть коллективный фольклор, коллективное творчество общины, то все, что связано было с иноязычной традицией, то бытовало на индивидуальном уровне, преимущественно, почти нет коллективного исполнения турецких песен, хотя некоторые песни одинаковые, знали разные люди, но пели их по-разному, то есть песни бытовали в таком индивидуальном проявлении. Возможно, это связано было с тем, что именно в турецкой музыке некрасовцы находили для себя какой-то личностный момент, который отсутствовал в их традиционной культуре. Все-таки они были в рамках старобрядчества, в рамках общинной практики, а здесь возможно была потребность, и поэтому через турецкую песенность реализовывались вот эти индивидуальные личностные проявления, что очень важно для современного уже, для осовременивания этой культуры. Есть единственный жанр, который исполнялся вместе с турками. Никаких других совместных исполнений не было. В селе у всех висели отрывные календарики на стене, там писались разные стишки, и вот некрасовцы и турки распевали эти стишки, с удовольствием пели их вместе. Вот это был единственный такой жанр, который у них бытовал вместе. Что бытовал и уникрасовцы культурок. Должна сказать еще обязательно о школе, школьное обучение. Когда в 30-е годы государство построило школу, по всей стране пошло отуречивание детей, все обязаны были посещать школу, запрещалось говорить по-русски, значит, дети посещали сначала три класса, потом в 50-е годы пять появилось, и вот школа была таким проводником турецкой культуры. Не только грамотность, потому что до сих пор некрасовцы и пишут по-турецки, и считают по-турецки. Для них семена подписать и консервированные овощи, фрукты только по-турецки, это как бы уже неискоренимая для них проблема. Мало кто из них, при том, что было налажено обучение на русском языке после возвращения, мало кто из них системно ходил, особенно взрослые, дети еще посещали школу, а там в основном, конечно, доминирующим остался турецкий язык. И вот в школе, где запрещалось говорить по-русски, каждый день начинался с клятвы турка, клятва турка, они все обязаны были читать эту клятву, текст у нее, смысл такой, что я турок, я верен своей стране, я делаю все для ее процветания, будь счастлива, Турция, и в общем, вот такой текст, вот в книге приводится этот текст, который они до сих пор просто на раз выдают, вот для них клятва турка вошла в сознание как, я не знаю, как что, вот, это первое, а второе, со школой связан турецкий гимн, потому что два раза в неделю они пели турецкий гимн, в понедельник флаг поднимали под турецкий гимн, в субботу флаг опускали, но примерно турецкий гимн был создан в 34-м году, радио в селе не было, учили гимн с голоса директора школы, он же был учителем, он вставал, все по стойке смирно и пел турецкий гимн, дети подтягивали за ним, причем уже старшие классы знали, поэтому обучался только первый класс в основном, а так все знали. Естественно, в быту никто никогда не пел ни гимн, не говорил клятву турка, вот это как бы было ну вот атрибутом школьной жизни, но они помнят этот гимн очень хорошо, при том, что живя 60 лет в России, где каждое утро по радио, телевидение начинается с нашего гимна, это вообще никак не входило в память, никак. Вот сейчас, в прошлом году правительство подписало закон о том, чтобы в целях воспитания в школьное обучение входил символы национальный, флаг и гимн, вот сейчас, я не знаю, как на практике, но должны, по крайней мере, гимн исполнять в школе, может быть, молодежь будет знать слова гимна, но за 60 лет некрасовцы были отстранены совершенно вот от этого символа России, хотя для них Россия, конечно, была самым драгоценным таким вот драгоценным явлением для их судьбы. Что еще я хочу сказать? Ну, вот про то, что турки не воспринимают их как носителей турецкой традиции, это я сказала. Что тут важно? Что все, вот, сохранялось у самих турков от некрасовцев? Во-первых, до сих пор поддерживаются связи с селом, из села приезжают, я вот сейчас ездила на празднование в Ставропольский край, приехали турки, связи поддерживаются, некрасовцев помнят, многие турки говорили по-русски и на рыбалке, и в школе, и с друзьями, мужчинами, поэтому язык входил. Многие пели песни турецкие, и скорее всего для турков важна этнокультурная память о русской общине, потому что вот эта память, она как бы создает вот такой фон, такую предпосылку для восприятия других культур, служит вот такой тоже неуловимой субстанцией, когда ложится что-то на личное восприятие своей культуры. Вот в этом отношении, конечно, Турция близка очень России, а в последние годы, ну, конечно, начиная с 20-х годов, когда была эмиграция после революции, русских же очень много, в Турции были русские дома, они и сейчас открываются, русские дома в Анкаре, вот, и сейчас, вот тем более, такой процесс русификации в разных регионах Турции идет, покупают квартиры, живут туристы и прочее. Вот, но даже, вот, например, в некоторых городах, вот Бурсав, в которую ездили некрасовцы за товарами, там существует даже такой аттракцион, катание на розвольнях, на, который называются казаки. Вот, то есть, вот, заимствуются даже слова, понятия, хотя слово казак, оно, конечно, турецкое само по себе, но это вот ассоциируется именно с Россией. Несколько фотографий еще покажу, которые помещены в книгу, вот следующий, вот это. пуговицы. вот посмотрите, это вот как раз к разговору о пуговицах, здесь и старые монеты, и чеканка, и узорные пуговицы, вот сплав, следующий. Сейчас. вот одна из тканей интересных 20-е годы в Турции появились сельскохозяйственные машины для обработки урожая, там, полоть землю, пахать, трактор, засеивать, и вот эти средства транспортные стали изображаться на тканях, они, красовцы, с радостью покупали эти ткани, шелезник себе, завески, и вот в этом сплаве через ткань вот усваивались разные, как бы, нормы жизни турецкой, они очень любили это и приветствовали всегда такие новые яркие ткани. Дальше. Образец такого древнего хоровода «Бояре, а мы к вам идем на сватовство», на свадьбе пелся этот хоровод двумя такими стенка на стенку. так он назывался дальше. А вот сватовство само, вот они сидят как турки на земле, то есть очень интересный такой симбиоз в свадебном обряде вот этих всех традиций, ну не говоря уже про посуду, маленькие и низкие круглые столики и так далее. Дальше. Да, ну вот губная гармошка, здесь не только она примечательна, но вы видите еще на лбу вот эту точку бинди, третий глаз, известный у индусов, это не так давно был снимок сделан, но он говорит о том, что после встречи с индийской делегацией, вот увидев это, вот они все стали ставить себе на лбу вот эти точки. Это вот удивительная, конечно, способность аккумулировать самые разные влияния, вот даже непредсказуемые. Дальше. Да, гармошка, я сказала, появилась, приносили некрасовцы, которые служили в турецкой армии во Вторую мировую войну, а турецкая армия, вы знаете, она была на стороне Германии, потом она вышла из договора и считается страной-победительницей, но они напрямую не воевали, но 25 дивизий стояло на границе Советского Союза. Поэтому гармошка, вот про черкеса предыдущая я хотела сказать, вот фотографии с черкесом. Дед Асамбей, как они его сами называют, но богатый господин, значит. Расслоение было очень сильное, у некрасовцев были богатые семьи, бедные, потому что землю давали по количеству сыновей взрослых, и дед Асамбей, вот про него говорили, что у него земли больше, чем вся Россия, вот такое закрепилось за ним определение. Вот черкес, с черкесами тесно общались, хотя черкесы турки очень сложно относились к черкесам или адыги, в литературе они фигурируют, но тем не менее любили с ними общаться, любили слушать их гармонь, аккордеон, когда черкесы приезжали в село, играли. Надо сказать, что в селе были разные люди, цыгане особенно, они ставили свои шатры, некрасовцы очень любили, они покупали у них корзинки, меняли, значит, меняли их на фасоль, очень тесно общались с цыганами, любили слушать их песни, в чем-то это вот было какое-то внутреннее сопереживание вот этой кочевой судьбе, когда цыгане ходят, там перемещаются и некрасовцы, и у некрасовцев песни есть про цыган дальше. Ну вот здесь этот фрагмент книги, письмо солдата из Турции, из армии турецкой, я подойдет, почитаю переход, они, смотревшись фильмов турецких, а турецкие фильмы очень сентиментальные такие, вы знаете, почти как индийские, по-своему сентиментальные чувства, и вот Яков Тимофеевич Пупаев пишет матери, меня будете помнить, я действительно счастлив, пусть ваши глаза, смотрящие на меня, наполняются радостью, пусть не умирающая моя личность будет на память, дорогая мамочка посылает фотографию на память, не в защите, но простой человек, крестьянин, старобрядец, вот на турецком языке такой выдает поэтический текст, это вот некая такая тоже вот сублимация каких-то чувств, которые увидены, усвоены, вот, ну дети замечательные, то, что мы уже в России никогда не видели после их перемещения сюда, детишки всегда с цветками, всегда нарядные, дальше, да, школа, вот школа, это учительница, которую, ну пусть так, да, которую мы видели в 94-м году, она приезжала на нашу встречу в Турцию, вот, на переднем плане девочка, все в форме, форму шили, был крой, раздавался родителям, шили по шаблону, детей наказывали, если они не приготовили урок, били по рукам, значит, если они не пришли в школьной форме, ну вот, она не успела сшить, вот она сидит, как раз видно в маленьком балахончике, мальчики, девочки, очень дружили в школе, хотя порядки были дальше очень строгие, дальше фотографии, я знаю, я делаю, ну, большие классы были, да, такие большие классы были, классы, по 30-40 человек, причем, раньше в школе было даже два этажа, потом после землетрясения один этаж упал, они занимались на одном этаже, но они в две смены занимались, ходили в две смены, да, ну вот, дружили с учителями, вот в середине учитель, он относится к этнической группе лазов, кстати, президент Эрдоган тоже лаз, вот, они приезжали, все учителя приезжие были в основном, вот девочки к себе на Пасху пригласили учителя турецкого, а справа фотографии освящения церкви с присутствием греческого патриарха, вот та семья, которая поставила бюстата тюрку с очень примечательной надписью, лучший советник в жизни наука, наверное, это все, хотя здесь есть еще фотография, следующая, советская, я просто хочу показать, это японский профессор Йошиказу Накамура, который участвовал в подготовке книги «Дни в Романовке», это старобрядцы Манчжурии, и вот он писал об этом, он у меня в гостях, вот он с этими куколками, ему два дня назад исполнилось 91 год, вот, он жив-здоров, так что, вот такая причастность японского исследователя к русским старобрядцам, и последняя фотография, письмо американского некрасовца, не только дороги Европы и Малой Азии, но еще и Америка, где ступала нога некрасовцев, это отдельная большая тема, но вот, он присылает письмо в Россию, пишет на старославянском языке и с нижней строка турецкий алфавит, вот это двуязычный, но как бы символично очень для этой традиции, наверное, это все. Спасибо за внимание, если будут вопросы... Спасибо, Анастасия, 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 в прошлом деле, интерес к этим книгам, которые дают ответы на все вопросы, Ну нет, не на все, это очень плохо, когда на все вопросы ответы есть, это, я не люблю, это нужна тайна. Значит, отсюда вытекает, что вы еще сказали? У меня будет третий том, да, ну, я постеснялась это сказать. Да, Ирина. Были ли у них какие-то религиозные, какие-то действия, какие-то молитвы, после того, как они читали эту клятву турецкую? Нет, в школе никоим образом, никоим образом. Только взрослые мужчины, которые возвращались с рыбалки, с работы, они приходили, брали разрешительную молитву, в церкви, все, больше никаких других вариантов, а дети нет. Это ведь при инвалидов. Нет, 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 нет. У детей не было ничего. Интересно. Продолжение следует...